Средскому интересно, я тащусь, а не говорить, не довести кого написывать, как люди ведут себя в будущем обладательного другого акцента и как эти акценты влияют на жизнь человека. Обычно если меня не остановить, то я буду болтать, болтать, болтать очень долго, притормолвиваясь тема, которую я так сжатый описывал и не очень комфортно мне свободно застреливать, а тема профиля для меня является целым миром. А может быть человек в разных контекстах... Я не буду учить на вопросы, посвященные детализации профиля сейчас. Время идёт. Задай, давай. Один маленький. Один маленький. Он не завершённый будет. Давай, давай. Может человек в разных контекстах, например, на работе, дома, вести себя как совершенно два разных человека, разные профили включать? Нет, профиль должен быть чем-то коренным и если мы видим очень сильное развитие поведение, то скорее всего мы имеем дело со стероидной местностью. Сейчас ещё одну минуту и провожу ещё другую стену. Это пример яркий был у меня. Допустим, я изучаю мужчину 35 лет. Директор компании Элансфер АйТи. С одной стороны, я вижу, что он очень демонстративен. С другой стороны, очень хороший, потрясающий, очень высокоуровневая когнитивная способность. С другой стороны, я обнаружил, что он может выпивать просто феноменальный объём алкоголя. Это, допустим, по 10 банок за ночь, примерно. Допустим, 5 литров за ночь выливает пиво. Причём каждый день можно запарить таким способом. Я смотрю, что он может набухавшись, как он говорит сам, без юзи. Созваниваться с деловыми партнерами из Европы. Создавать контракты и успешно заключать их. Кто потом сам не помнит, как он это делает. Так вот, с одной стороны, он очень похож на астероида, на ауцизоида по своим когнитивным способностям. А с другой стороны, он очень похож на пилиптоида по сексуальной сфере, в алкоголе и так далее. А потом смотришь, а, так это астероид. Я буду рассказывать и говорю неоднократно, если вы увидите сочетание. Какое-то дикое, странное, коктейль. А в профиле мы имеем дело с фамилионовым астероидом. Астероиды в определенном этапе развития личности являются ходячим минигритом. Вот. И появляются какие-то дикие, странные ощущения, абсурда их-то несочетаемых качеств. Вот. Тут он сердечный и чувственный, и видно, искренне эмпатирует. Там он психопатичный, там он шизоидный, там он маниакальный, депрессивный. Что это такое? Как его профилировать вообще? Чего-то знаешь? Да, я видел три и больше профилей в человеке. Вот астероидных личностей, например, связаны с тем, кого не зеркалили. Астероид нужно провести парочку месяцев в годик с кем-то. Протусить. Вот. И потом он в миру начинает быть отпечаточком. Не зеркали человека, у которого он общался. Он таким не является. Он не является ничем, на большом счете. Вот. А люди, предлежащие определенный профиль, они получили фиксированы на чем-то. Если эпилептует, то эпилептует. Если шизоид, то шизоид, то шизоид. Если шизофреничный, то профиль, то шизофреничный. Вот. И действительно, это целое пространство для анализа. И потребуется время для того, чтобы ухватить свой принцип того, как верифицировать настоящий детектив. возникает, когда ты начинаешь исследовать людей по принадлежности к профилю. Собирая определенную информацию и пытаясь понять, рефиксировать, что там, как, почему и почему. Вот. А модель успешная. Я подтверждаю ее долгими годами своей работой. И чем больше работаю с ней, тем больше убеждаю, что... Ну, она, ну, почти безопречна. Почти. Вот. Почти. Деньги опритализированы. Мы начинаем эту школу по профилям с октября месяца. По-моему, там будет среда. Шестое число, по-моему. Вот первая лекция. И начинается 8 подряд недель. Вот это профили, подпрофили. И каждый вечер это отдельная лекция. Первое это по истерии, потом по паранойи, потом по психопатии. И так далее. Вот. И потом собираем целостную модель. И по окончанию курса, по окончанию этой части сегмента школы, вы должны как бы вот уже вот наострить глаз. И, по-моему, качественно носить эти вещи. Модель такая, такая мощная, такая сильная и такая успешная, что я постоянно ее касаюсь и на всех других курсах, которые я веду. В частности, я ее самостоятельно, ну, свое пространство NLP я ее ввожу. То есть я ее воспринимаю как одну из моделей, о которой я активно говорю на курсе PNLP. Если ты хочешь быть эффективным коммуникатором, то недостаточно знать просто профили мотивации, либо профили реп-систем. Вот по сравнению с данной моделью, профили реп-систем по умолчанию, ну, почти никак. Почти. Вот. Хорошо. Это у нас будет в октябре, а в этом месяце с большой вероятностью, с большой вероятностью, это последняя лекция. Вот. И завершающая лекция не только гаичного цикла в общем, но и завершающая лекция нашей темы тренинга. Любовь, смерть, терапия. Часть третья. Вот. Мы поговорим сегодня о таких вот очень обобщающих моделях. Я бы хотел поговорить с вами о соотнесении, о представлении юридической антитерапии с архетипами. раз, чуть-чуть туда обмакнёмся. Вот. А потом мы уйдём в ценностно-мотивационную иерархию Грейза. Посмотрим то, что люди, находясь на облённых стадиях ценностно-мотивационного развития своего, проявляют любовь и проявляют отношение к смерти очень по-разному. То есть, чем более высокий уровень личности у вас, тем более модифицируется и меняется ваше восприятие. Например, вае восприятие. Если вы находитесь на уровне, там, не знаю, дикаря, племён, любовь для вас это что-то одно. Но если вы находитесь на уровне, там, интегративной личности и кто-то пробует совсем другим чувствам. Абсолютно причём другим. То есть, у этих чувств о любви и смерти есть определённая иерархия. И чем более разнообразная, интегративная ваша личность, тем как бы под другим вкусом вы осознаёте и переживаете данную модель. Вот. И, в принципе, я ещё планировал на прошлой лекции, но я не успел как раз зацепить тематику по профилю. Так что вы не так просто её зацепили сегодня. И я попытаюсь очень кратко зафиксировать ваше внимание, как представители разных под профилей относятся к любви и смерти. Вот. И вообще к терапии, в частности, у них реально отношения очень отмечающиеся. А представление о любви у астероида, представление о любви у периптоида или у психопата могут очень сильно обещаться. Это нужно понимать. Вот. Если мы говорим о психопатии, там вообще, в принципе. Вот. Если любовь там какая-то. Да, ну там есть. Очень странно. Вот. Об этом мы тоже поговорим. И так я хочу коснуться матрицы Кена Уилбера. Итого сегодня. Матрица Кена Уилбера. Архетипы. Спиральная динамика. Ну вот. И под профилей. Который я не доказал. Не доказал. На прошлое. Окей. Начнем с такой вот наиболее абстрактной и в какой-то степени тяжелой модели. Матрица Кена Уилбера. Кен Уилбер психолог, интегративный философ американский и живущий до сих пор. Одна из гениальных личностей. Его вообще считают Эйнштейном в психологии, Эйнштейном в восприятии человеческого поведения. Он создал потрясающие интегративные модели, которые используются, применяется эффективно в очень многих сферах человеческого развития, динамики и взаимоотношений. Что за модель ключевая Кена Уилбера? Это модель я внутренне, я внешне, мы внутренне, мы внешне. Что она означает? Она означает, что опыт человека обладает различными картами описания и в зависимости от деятельности, к которой вы принадлежите, и карты, которые вы используете, они обуславливают восприятие. Пример расскажет. Сектор я внутренне. К сектору я внутренне относятся подобные виды деятельности, к примеру, как философия, религия и некоторые секторы психологии. О чем говорит я внутренне? Я внутренне говорит об опыте, который обладает определенным описанием, но буквальной репрезентации не имеет. То есть нет чего-то буквального. Это скорее идея, скорее философский концепт. К примеру, допустим, когда я буду задавать у вас вопросы, что такое для вас любовь, многие из вас начнут говорить мне некоторые абстрактные сентенции. Например, любовь – это взаимопонимание, или любовь – это единство сердец. Вот такую вот абстрактную красоту будете вываливать на меня, да? Любовь – это когда сердца бьются в унисонью. От данного описания нет буквальной репрезентации. То есть когда вы будете говорить мне подобные вещи, вы не будете иметь буквальный опыт в виду. А вы будете иметь в виду определенные метафоры, которыми вы пытаетесь описать то странное чувство, которое вы проходите. Но если мы будем описывать опыт детализированно и описывать опыт вполне буквально, данный опыт переходит в другой сектор – сектор «я в внешнее». Это определенные науки, такие как биология, физиология, химия. И если я на уровне сектора, я внутренне говорю, любовь – это единство сердец на пути жизни. Классно, да? Кто согласен со мной? Любовь – это единство сердец на пути жизни. Похоже, в принципе, да? В принципе, да, похоже. Но если я буду использовать сектор «я в внешнее», мне нужно описывать любовь по-другому. Как? Ну, через нейромедиатор. Да, да. Например, любовь. Любовь – это активизация вентральной области мозга. Далее. Любовь поднимает увеличение дофаминергических процессов во всех участках мозга, активизацию симпатической, парасимпатической нервной системы в специфической форме и так далее. Я описываю детали химических процессов и физиологических процессов. Любовь – это увеличение дофамина. Точка. Я примерно честно. Нивелируем и превращаем в такую философскую модель единство сердец на пути жизни до дофамина и активности вентрального остриота. Когда пошли или покажется, да? Даня скажет, это все неправильно? Неправильно. Я считаю, когда начинаешь так разбирать, теряется очень важная эмоциональная составляющая, которая ищет, как робот. Она теряется. И правда, когда мы скажем, что любовь, к примеру, описание может быть разное. Их много будет. Просто одно из. Потому что сектор «Я внутреннее» – это всегда о субъективном опыте. То есть то, что вы скажете на уровне данного сектора, всегда будет правдой для вас. И, может быть, для меня это правда, а для вас неправда. Сектор «Я внутреннее» – это то, от чего так тщательно бежит наука. К примеру, опыт, будучи субъективным, крайне редко воспринимается как научное доказательство. когда ты будешь описывать свое личное чувствование, восприятие другого мира, привидений, демонов, ангелов. То есть описывать свой субъективный опыт. На уровне сектора «Я внутреннее» – это правда, и это есть. И это существует. Ты же описал это, чувствовал это, это есть. Но когда мы будем говорить о секторе «Я внешне», эти процессы будут описываться через призму чего? Активности определенных участкового мозга, химии крови, химии, деметил, все. Вот у человека чуть выросли, там, не знаю, серотонин вырос, активизировалось больше серотонинных рецепторов, эпифис, шисковидная железа в мозге, начала вырабатывать больше деметилтриптамина, и ты получил, допустим, переживание. И мы можем моделировать процесс данный через призму. А то, что ты видишь субъективное, то бишь «Я внешнее» – это всегда объективное, и его всегда можно перепроверить. Именно из-за этого мы не можем до конца, кстати, сказать, что психология – это наука в чистой форме, так, как считается наука математика, физика или химия. Часть психологии – она объективна, а часть психологии – она всегда какая? субъективна. Большая часть психотерапии зажгется на основании объективного опыта. Нет, субъективного опыта. Как создавались направления на терапию? Есть психотерапевт, у него есть предназначение за своим опытом, и есть его наблюдение за опытом пациента. Вот я работаю много лет и собираю их репрезентации. На основании наблюдения за ними я осуществляю анализ и говорю о примеропленных моделях. Ситуация отличная с тех примеров. Которую потом можно проверить с помощью опленных тестов, валидизировать и так далее. И проверить рабочие модели либо нет. Но изначально подавляющее проживство моделей и идеи психотерапевтов основывается на анализе своего опыта и на анализе его субъективного опыта других людей. То есть формально почти большая половина терапии, если почти не вся терапия, это анализ субъективного опыта. И формально из-за этого психотерапия крайне трудно может быть определена что она как чистая рука, она ближе к духовным традициям по своей сути, и она ближе к искусству. В ней есть определенные идеи научные, потому что часть моделей существующей психотерапии они верифицируются. Но когда Фрейд создавал модель супер-эго-эго-ид, он не проводил никаких статистических анализов. Когда Фрейд говорил и его дочка говорили о защитных механизмах психики, они не проводили никакую статистику. Они говорили, я наблюдал такое, 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 мы опыт наблюдения классифицировали. Так, так, так. Это потом появились определенные психологи, которые пробовали подтверждать то, что они обнаружили, как существующие модели. Некоторые модели верифицируемы математически, статистически, некоторые. Но это не значит, что они не используются. Поэтому опыт «я внутреннее, я внешнее» — это различие с субъективно-объективно. Два других сектора Кеннелу Глубера — это «мы внутреннее» и «мы внешнее». Я внутреннее, я внешнее, мы внутреннее, мы внешнее. Что такое «мы внутреннее»? Это у нас здесь этнология, антропология, социология, в некоторой степени культурология. «мы внутреннее» — это о ценностях, обычаях, культуральном отношении в группе, к которой ты принадлежишь. То бишь, к примеру, отношение к любви в твоей группе может быть таким. И любовь для социальной группы «я украинец», к примеру, либо «я россиянин», «я англичанин», «я француз» — будет отличаться. Для кого-то любовь в группе — это одно, для кого-то любовь в группе — это другое. То есть здесь мы видим определенную субъективную объективность. Когда ты в группе, кажется, что правила культуры являются естественными. Чем-то, не знаю, стопроцентным. Возьмем классику, допустим, отношения мужчины и женщины. Какие, по вашему мнению, существуют в нашей культуре правила отношений мужчины и женщины, которые воспринимаются как закон природы, что ли. Попробуйте подумать перед этим, какой-то пример. И что является чистым абсурдом? Между мужчиной и женщиной. Мужчина сильнее, чем женщина? Да, в принципе, да, естественно. Мужчина сильнее, чем женщина. Ну, попробуй дизализирование. То есть, к примеру, модель поведения. Женщина подошла к мужчине, сказала ему, милый, ты мне нравишься. Я хочу тебя пригласить в ресторан, повезти в ресторан мужчину, покормить его, привезти домой, переспать с ним, а потом выкинуть его и сказать. Чувствуете? Да, я нашел абсурдный. Чувствуете? Чувствуете? Появляется ощущение какого-то параллельного измерения. Тем не менее, по параллельной квантовой реальности женщины выгуливают мужчин, приводят таких домой. Да, да, это пример. Мы здесь прикасаемся к тому, что в нашей культуре подобная модель поведения является чем-то просто абсурдным, вычурным. И валидной является противоположная модель. Абсолютно нормально, когда ты же мужчина, ты должен быть инсталлатором, ты. Если мы рассматриваем, к примеру, поведение некоторых мужчин, некоторых женщин во время знакомства, многие мужчины начинают реагировать параноидно. Если женщина, к примеру, красивая, оказывает мужчине сразу же, быстро, очень какое-то большое внимание. А чего это она так вот приглашает меня? Какое-то западло наверняка. Действительно, а вот мужчина, когда смотрит на какую-то красивую женщину, чаще всего воспринимает ее как какую-то крепость, которую нужно штурмовать. Не может быть. Пример. Политику. То есть мы имеем дело с статистикой, полностью объективной, описывающей процессы, существующие в больших социальных группах. Там нет ничего личностного. Ну, к примеру, описание подобное, скажем, если смерть для я-внутреннего, это тяжелое переживание. Смерть для я-внешнего, это, к примеру, буквально физическая боль и определенные физические процессы. Смерть для мы-внутренние, это определенные специальные ритуалы. А смерть для мы-внешнего, это что? Купить место на кладбище. Помните, как Гитлер относился к шизофреникам и гомосексуалистам? Лояльно. Очень быстро. Максимально лояльно. Он считал их нужно сжигать. Гитлер смотрел на гомосексуалистов, а не только на евреев, он смотрел на гомосексуалистов, а если еще еврей, шизофреник, гомосексуалист. Наверное, для Гитлера это было воплощение ада, которое нужно сжечь, воскресить, сжечь, воскресить и опять воскресить. А теперь смотрите, Гитлер выработал стратегию, что если этот шизофреник появляется, то его нельзя лечить, а его нужно убивать. Чтобы ни в коем случае он не продолжил свой род, не дал потомство и было чистотой нации. Здесь вспоминаем науку Евгенику, кто помнит, целью которой является создание чистой нации. Чистая нация. Да, чистая нация. Очень психопатичная наука, как вы понимаете. Там, где любой слабый, если у тебя какой-то небольшой порог, ты должен умереть, чтобы ни в коем случае не дал потомство. А если ты сильный, зеленого всех смысла, ты должен продолжать свой путь. И скрещиваться с людьми самым лучшим. Чистая психопатия, естественно. Но на уровне сектора мы внешнее, это благо. То есть если мы рассматриваем на уровне, а я внутреннего, смерть шизофреника, трагедия. На уровне сектора я внешнее, можно лечить препаратами. На уровне сектора мы внутреннее, ну а есть какой-то процент людей, которые страдают этим. Если мы рассматриваем шизофрению на уровне большого количества населения. То зачем их терапевтировать на самом деле? Их один процент. Не проще ли экономить деньги и не сжигать их, как и делал Китов? То есть в его мышлении есть определенный взгляд. Если смотреть на определенные болезни через призму сектора мы внешнее, то там не нужна никакая терапия. Все очень просто. Экономятся деньги и люди не уничтожаются. Та же самая философия, возникающая у некоторых фашистских мировоззрений по поводу старых людей. Какая ценность старых людей? Только едят и занимают место. И никакой курс. Философия некоторых людей в том, что может их уничтожать. Отсутствие чувств. Отсутствие эмпатии. Для большой группы, исключение из группы старых беспомощных, может быть выгодно. Но она будет чрезвычайно травматична для личности, и для семьи, и для взаимоотношений. Но для большого процента поля, то поле станет чисто. Из-за этого взгляды могут быть такими. Тогда вы можете понимать, почему, к примеру, некоторые политики могут смотреть на вертах. То есть у Гитлера данная модель мышления не была абсурдной. То есть там была логика, которая имела прямое отношение к другому сектору восприятия. И данный сектор восприятия может быть выгоден в некоторых случаях. А в других случаях будет не выгоден. Пример. Представьте себе, что наступает апокалипсис, ядерная война. И по миру построены бункеры. В которых останутся какое-то небольшое количество людей. Ну, допустим, выжить смогут 200 тысяч людей. И вы знаете, что в будущем люди, которые выживут, они будут восстанавливать человечество. В принципе. Кого нужно подбирать в эти бункеры? Свободные лотереи? Конечно, с самых стабильными генами. Или самых стабильных, самых умных, самых красивых. Правда? Потому что если мы не сделаем, к примеру. Это форма мышления. Один из взглядов, вы чтите. И не говорим, что этот взгляд истинный, либо неистинный. Потому что вывод, который мы делаем, мы можем делать его через призму сектора. Если мы думаем через призму сектора «мы внешние», там мгновенно мы ради человечества скажем «Личность не имеет значения, социальная группа не имеет значения, это же будущее». А если мы спустимся на уровень «я» и «внутреннее», это будет индивидуальная трагедия. Как это так? Почему это я не имею права? Там целая философская дилемма, моральная дилемма пойдет, очень серьезная дилемма. Поэтому каждый сектор не является ни правильным, ни неправильным. И он теоретически может быть уместен при решении определенной ситуации. Поэтому я категорически не говорю, как правильно, если честно. Я не говорю, как правильно смотреть на данную ситуацию. Я не говорю, что правильно смотреть лотерея, либо выбор по определенному критерию. Это целая философия, и каждый человек имеет право на свою философию. И, естественно, здесь мы должны смотреть то, что мы можем использовать данные секторы и структурировать наше мироописание через призму данных секторов. Сразу зафиксировать в своем внимании, что любовь, идея любви, идея смерти, идея терапии может быть дифференцирована через призму четвертых секторов. То есть, либо это я внутреннее, и там метафора твоя личная. Потом сектор я внешнее. Что в теле происходит? Потом культура. Мы внутренние, еще раз напоминаю, это детализированные патты. Ну, к примеру, допустим, ритуалы ухаживания. Когда мы описываем, как должен вести себя мужчина во время знакомства с женщиной. Это мы говорим о секторе мы внутренней. Типичное поведение мужчины, когда он ухаживает за женщиной Типичное поведение женщины, когда она хочет принять ухаживание Типичное взаимоотношение в культуре Что такое хорошо, а что такое плохо Мужчина должен принести на первое свидание цветы Например, это культуральная особенность Мужчина, не приносящий цветы на первое свидание, воспринимается в культуре как плохой. Объективно ли это? Субъективно ли это? Это через культуру. И сектор мы внешнее, это общая статистика существующая. И взаимодействие с миром через сектор мы и внешнее, это взаимодействие через призму психопатичной эффективности. Евгений, к тому я так подтвержден. И нету чего-то личностного, нету субъективного. А есть выгода для большой группы. Очень большая группа. Вот. Кот. Окей, я приблизительно описал данные сектора. И немного не зафиксировал внимания в отношении смерти и в отношении терапии. Пример, я сказал вам, что сектор я внутренне, по поводу любви, это оплённые идеи внутренние. Ты формируешь метафору. Что это для тебя любовь? Там твоё убеждение, там твоё переживание есть. То же самое касается и представления смерти. Что для тебя это смерть? Что она означает? Если мы будем проводить терапию, то мы можем вынимать из вас некоторые метафоры. Пример, статья. Вы бы описывали смерть, как оплённую метафору. Что бы была для вас смерть? Что это такое? Метафорда 100. Обжарительность косой. Всадник апокалипсис. Что это для вас? Переход. Переход. Начало. Новое начало. Процессор спада. Процессор спадает. Допустим. Грун. Если мы переводим ощущения. Как это происходит? Да. Остановка сердца. Остановка функционирования всех систем тела. Нервной, иммунной, эндокринной. Прекращение сердцебиения, прекращение дыхания. Будем описывать смерть буквально. Прекращение дыхания, если нет дыхания, это сердцебиение. Ты убрать. Но там никаких идей глубоких. Отношение к смерти в культуре. Что там? Ну если в культуре, то при рождении. Парма. Так. Там мы описываем определенные ритуалы. Похороны? Да. Что? Похороны, да. Похороны, уходы, 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 уходы. Приходы человека уже. У нас катал. Да. У каждой культуры они будут сильно отличаться. Ну, к примеру, скажем, когда мы видим съемка в Непале. И берут крестьяна и задают вопрос, как ты к смерти относишься? Крестьяне обычно живут, я не боюсь, а что ее боятся смерть. Вот я жил раньше, живу сейчас, умру, потом начну жить снова. Это пример, описание темы через призму сектора мы внутреннее. То бишь, это не совсем, это не переживание самого крестьянина. Это идея, существующая в культуре. То есть вы живете в культуре, где все верят в то, что вы жили много раз до этого, и вы будете жить на это смерть. И если же вы с помощью, например, медитации, говорите, находите в себе переживания, допустим, опыта прошлого воплощения, допустим, и говорите, что я познал это для себя, то вы будете описывать опыт через призму сектора я и внутреннее. Это уже ваш опыт, собственный опыт. Это не что-то культуральное. То есть оно верно для вас. Верно для вас, потом второе, верно для науки, и третье, верно для культуры группы. И по поводу смерти на уровне сектора мы внешне, это что, ребята? Сухая статистика. Ну, к примеру, скажем, ребята, восприятие заболеваний. Помните историю с началом коронавируса, когда многие люди, в частности, я тоже, начали фиксировать внимание на том, что, ребята, а вот вы говорите, что смертность за день, там умерло такое-то количество людей, коронавирусом. А почему не приводится статистика, какое количество людей заболело и умерло в этот день от других болезней? Потому что, если мы воспринимаем статистику, к примеру, сегодня, в мире умерло от коронавируса, допустим, там, не знаю, тысяча человек. И мы смотрим на это, и с точки зрения индивидуальности это ужасно. Это просто ад. Но, если мы оцениваем это через призму статистики, по отношению к другим заболеваниям. От заболеваний вторых, третьих, четвертых, пятых умерло там в два-три раза, как раз был. Значит, у нас все уменьшается. Да. И ты видишь, сегодня от коронавируса умерло тысяча человек, а во время ДТП обычных умерло 10 тысяч. Ну, да. И никто не рекламирует это. Ну, выпадает, значит, звено важно. Да, выпадает звено, да, да. От алкоголя и никотина вообще тьма людей умерло. Ну, в сердечном сосуде. Ну, уже понимают, что от никотина, как тень умирает людей, гораздо, по-моему, больше, чем от коронавируса. Ну, никто об этом не говорит. Ну, люди убирают людей. То, то, то. Вот когда вы смотрите из сектора, уже такого, из сектора «мы» и внешне на это, появляется ощущение абсурда. Правда, это абсурд. Но это фокус внимания. И появляется ощущение, как будто люди занимаются какими-то очень странными вещами. Формально все логично. И если бы определенные политики смотрели через призму данного сектора, мы и его внешне, они бы увидели, что допускается громадное количество логических ошибок в поведении, которых очень много. Я вообще, по большому счету, набираю же эпидемию коронавируса, я скажу. Она очень ярко показала не то, что у нас иммунная система по поводу новых инфекций плоха, а оказала реально полноценным, что логика очень большого количества людей отсутствует полностью. Вообще. Легкая внушаемость. Легкая внушаемость. И о полной ациспиологике не буду уходить глубоко в данную тему. Ну, допустим, маленький пример приведу, что подавляющее все упоршество всех масок, которые люди носят, оно по умолчанию не подозревает медицинского использования полноценного, то есть защитного от вируса. Даже на них пишут. Не для защиты, а просто, чтобы пыль не попадала. И даже пишутся на пакетах, но тем не менее, подавляющее большинство людей на улице, в определенной ситуациях, во время карантина, жесткий путь, трофовать за это. Ну, это же я, ты же под грозой. Да, это пример. То есть разум, большинство людей, он не может подчиниться действительно рациональным литерям. И действительно данная эпидемия показала, что мы находимся по-прежнему на стадиях развития, когда старшой сказав, так и будем нарубить. Вот так вот. Это правда. Причем вариации того, что были старши, и вера в то, что они могут быть рациональным. Вот так послание, так я не могу сказать. Вот, это печаль, умы. Вот, ну, это есть. Корректное мышление начинается тогда, интегративное мышление, восприятие темы, начинается тогда, когда вы поочередно начинаете смотреть на проблему через призму этих четырех секторов. Что есть для меня, когда я смотрю через сектор «я внутреннее», что такое «я внешнее», что такое «мы внутреннее», что такое «мы внешнее». И вариации будут очень сильно отличаться. Между прочим, кстати говоря, вот, такое же мировоззрение интегративное, очень круто применять по отношению к подпрофилям, о которых будем говорить. Действительно, каждый подпрофиль может быть рассмотрен через призму этих четырех основных фильтров, которые дают нам возможность увидеть все в интегративной форме и структурировать это все. Вот, поэтому для примера, допустим, в секторе «мы» и внешней жизни, что такое «шизофрения»? «Шизофрения» — это один процент населения плохо податливых, плохо трудоспособных и часто проблемных социально. Все. Процент, не более чем. Все. Вы знаете, что «шизофрения» особенно тем, что подавляющая большинство обществ, этот процент перманетен, постоянен. И сколько бы людей ни рождалось, ни умирало, люди не процентны. Великально, правда? Не выходит за пределы далеко. Не может ни увеличиться, ни исчезнуть. Из-за чего появлялись определенные описания, в частности одно из описаний. Я не помню, что я вычекал, по-моему, это мое описание личное, о том, что постоянный фоновый процент шизофреников, количество 1%, говорит о том, что мы имеем дело с определенной глубиной социальной функции. То есть 1% людей почему-то нужно быть призваны чуть-чуть, чтобы выполнять определенную компенсационную функцию. Практически больные нужны. Шизофреники бывают разные. Да, естественно. То есть теория о том, что психические заболевания, они для чего-то нужны большим социальным группам. Чтобы был определенный процент людей, которые неадекватили. Как компенсаторный механизм определенный. И там есть идея того, что 1% шизофреников в группе, он как бы резонирует с условным 1% шаманов в древних группах. То есть группа, и 100 человек в них живет. И на группу 100 человек это не шаман. Который чуть-чуть такой придулку. Боря, а какой процент? Донюхался чего-то, танцует неадекватно, прилапал, ляшит. Стремные, но к нему все идут. И когда нужно там пошаманить. 1% в среднем, как бы, нужен группе людей, занимающихся такими странностями. А так как социальная функция шамана, она скрылась в периферию, и нет такой социальной функции, как государственный шаман. Может, ты просто не знаешь? В государственной шамане. Нет, ну формальный, она есть на самом деле. Вот, ну формально люди думают, что нет. Боря, какой процент из этого процента гениальных людей, которые больны шизофренией, но вот у них есть гениальность? Не знаю. Ответ простой. Вот, вот я не находил никакой статистики по этому поводу. Это отношение к гениальности и шизофренией конкретно. Но чем более гениальны люди, тем больше вероятность того, что у них будут определенные психические откладения. Это пример, допустим, дифференциации левополушарных, правополушарных людей. Левополушарные люди, которых больше, а они более стабильны, более рациональны, и лучше контролируют свое поведение. Но они чаще, какие? Не чаще. Их поведение не выходит за пределы условной середины, баланса. Люди правополушарные, которых активно правополушарие, они чаще, с одной стороны, творческие и даже гениальные в своей сфере, а с другой стороны, очень много патологий. То есть, если гиперактивно у вас правополушарие, вы, с одной стороны, как можете написать потрясающую картину или создать уникальное музыкальное произведение, либо изобрести какой-то уникальный генератор, какой-то механизм. Так и, с большой вероятностью, вы кого-то убьете, расчлените и повесьте это, наверное, на деле. И есть реальная статистика того, что среди гомосексуалистов реально больше правополушарных. Среди педофилов реально больше правополушарных. Вот. То, что человек гомосексуалист, в какой-то степени гарантирует того, что у него может скорее преобладать активность правополушария. Да, да, да. То есть, это одновременно может быть благословением, так и покрытием. И если человек делает что-то потрясающее, гениальное, при вас с большой вероятностью, он может там, где вы не видите, делать что-то ужасающее. Вот. Он как бы рядом находится. А правополушария, то это возможно выходить за пределы рамок. Чего ты рамок? Какой-то вопрос? Нет? Показал вас. Вот. Окей. И теперь четыре данных сегмента с точки зрения терапии. Что есть терапия на уровне сегмента я-внутренняя? Предположить неужели. Чаще всего, смотрите, почти вся психотерапия вербальная, она на самом деле строится на работе с сектором я-внутренняя. То есть, когда я говорю клиенту, пациенту, что главное это то, как ты воспринимаешь себя, твой внутренний мир, я не пытаюсь убедить пациента в том, что он поступает плохо либо хорошо, а я пытаюсь что? Поменять его определенные взгляды, убеждения. И естественно, чтобы он пришел к этому. Я меняю его внутренний мир без какой-то жесткой оценки его, без соответствия с какими-то филологическими особенностями. Вербальная терапия чаще всего не имеет ничего общего с мегаментозной терапией. Но когда мы начинаем становиться уже психиатром, назначающим препараты, для психиатром, назначающим препарат, шизофрения это просто требование назначения оплённых фиксированных веществ. Где шизофрения? Не езжала перед он, точка. А что там у тебя в голове происходит? Принято, ну, это я лично. Почти вся психотерапия это сектор я внутренний мир. Где важно твое субъективное переживание, твой субъективный опыт. Вот, не более чем. Вот, если мы говорим о такой педагогике, то там больше, может быть, оперирование идёт по отношению к сектору мы внутренние. То есть педагог, он делает что? Ну, обычный педагог, я имею в виду. Берёт социальные нормы и помогает детям адаптироваться по отношению к социальным нормам. Без учёта их личных предрасположенностей. Без учёта их личных особенностей. Психотерапевт-педагог делает по-другому. Что он делает? Он учитывает индивидуальность каждого человека и пробует адаптировать индивидуальность одного человека по отношению к другому. И здесь мы видим очень сильные различия, к примеру, группы, там, школьный класс от группы терапии. Радикальные различия. Терапевт во время ведения групповой терапии, он делает акцент на индивидуальности и на опыте каждого человека. А обычный учител, который не делает. Главная социальная ценность, как можно правильно себя вести, так не ведётся. А что-то у вас внутри, не пофиг. Это обычная школа, обычная вуза. Отношения, как говорила, психотерапия, сектор, я, внешние, это медикаменты. Попея влюбленную таблетку, это питание придуманное. Чем вы питаетесь, это мгновенно влияет на то, как вы себя чувствуете. Яркий пример, скажем, допустим, чем больше людей едят местных продуктов, тем больше у них развиты агрессивные чувства, чувства страха, фобии, тревог. Иногда достаточно пациенту порекомендовать в тревожном расстройстве либо в агрессивном расстройстве в личности меньше кушать местных продуктов. Не каждый день, каждый день, с утра до вечера, а, допустим, рыбку и раз пару дней. Порой, одной рекомендации достаточно, чтобы у пациента с процентов на 70 ушли симптомы. Пример. И здесь мы видим такую необычную вербальную терапию. Не терапию на уровне сектора, а я, внутренне, а это я, внешне, явный. И там, на секторе я, а внешне, есть определенные шаблоны, которые применимы нам по поводу этих людей. Каждая дневная рутина, что лучше делать, что лучше не делать, чтобы твой ум был в порядке. Ну, к примеру, правильно распределять дня. Раз. Уход за своим телом, физическая нагрузка. Диета определенная. Прием дополнительных препаратов, балансирующих. Все это терапии из сектора я, внешне. Неформально, а этот сектор подлежит, ну, это не терапия будет, это, сказать, инструктаж. То есть, раз как, по-своему, что делать, он делает. Вот, а психотерапия на уровне сектора мы, внутренне, это прикольно все. Что чаще всего для славянина психотерапия, это что? Или когда на душе плохо, что делает настоящий мужик? Пьет, бухать с друзьями. Пьет, пьет с друзьями, в баню и пить. Бухать. Да, и здесь мы касаемся культуральных представлений. И в нашей культуре это все больше и больше меняется. Больше и больше пациентов воспринимают поход к психотерапевту как поход, так, а-ля когнитивный фитнес. Либо на поход к стоматологу, либо что-то еще в этом роде. Вот, но старое убеждение, не в некоторых культурах существует. В психиатру идти только когда у тебя там это. Вот, когда уже совсем у тебя глюки бегают по стенкам, и ты бьешься об стену головы. Вот. Набороку. Далее, если ты можешь смотреть на нашу культуру, близкие культуры. А если действительно плохо, то к кому сразу обращаться? К культуральное старое убеждение, обращаться к колдунам, бабкам, гадалкам, экстрасенсам. Есть часть людей, которая часть группы популяции, которая в случае действительно тревожном, плохом, вот, обязательно сначала пойдут к экстрасенсу какому-то. Вот. А потом к терапевту. Совсем недавний случай. Вот, женщина привела своего мужчину к на терапию. И перед терапией у мужчины был какой-то бабки к гадалке. Вот. И услышав то, что я ему рассказал, он обнаружил, что то, что говорила гадалка, почти слово в слово то, что я ему сказал. Вот. Единственное, я ему детализировал, мне описывал, сколько лет его детям, и как они выглядят. Ха-ха-ха. А так, общий терапевтический комментарий был, если бы один. Вот. Говорит, знаешь, вчера была у этой гадалки бабки, она гаванно нагадала, мне сказала пленые вещи, так вот, то, что мне говоришь ты, и то, что она говорила один в один. Общение, да, такое слово, да? Да, да, один в один. И действительно, я наблюдаю, когда люди ходят таким вот профессиональным годунам, вот. Ну, не ж профессиональным годунам. Реально их коммуникация почти отличается от того, что дает психолог, психотерапевт один в один. Ну, знаешь, они так как собеседование вот. Да, один в один почти. Да, только там есть какой-то пафос такой, загадочность. Видишь, шаблоны поведения, да, включаешь волшебные шары, погнали. Загадочность. Была так, да? Да. Была? Нет, но я подумывала, когда-то разводить так людей, но это долгоество. Я могу порекомендовать вам по этому поводу, кстати, голоди, а есть. О, сейчас посмотрю. Крустальный шар, да? А сейчас Боря вытаскивает, крустальный шар. Помогает, да, я знаю. Да. Да, они хотят вам даже помогать указку с фронированным наконечником. Ого, да ты жесток. Есть, есть определенный документальный сериал, который снимали избранники духов, избранники силы. Можете еще раз показать пальчик, но смотри. Ооо. В общем, я вам поищу, и когда я вам скажу, в общем, 10 серий, в каждой серии документальный фильм о том, как работает шаман определенной этической группы. Там, казахский, там, тунгусский шаман работает, тиргизский шаман работает, там, такой-то. Ну, приезжают и снимают, и документал пухотную лечит, что он делает. Ну, вот сколько я не смотрела шаманов, у меня это сложилось впечатление, что они просто все время ходят и ставят якоря какие-то. Якоря и чувства в это время, да? Да. Пример работы одного казахского бокса. Вот. Привезли к ним парня и девушка, ну, мужа, жену, а она долго не может забеременеть. Вот. Много луки-дышей. Постоянно луки-дышей у нее. У нее родители луки-дышей. Вот. Привозят девушку. Поначалу он начинает проигрывать какие-то феноменальные вещи. Он сначала берет, укладывает мужчину на пол, вот, берет сковородку, на сковородку выливает яйца, они шипят. Ногой с причитаниями, касаясь сковородки, вымазывается ногой в яйцах и с криками и воплем этой ногой начинает массировать живот своего пациента. Ну, в полном афиге абсолютном, естественно. Потом берет девушку на двор, при девушке рядом с ней забивает козу. И этими легкими начинает бить по этой девушке. Выходит. Да я бы очкиел полностью вот этого. Какой глубокий транс был бы у меня. Открыть любое удушение, в принципе. Но потом он все-таки начинает работать терапевтически. И обнаруживая, что, оказывается, родители не дали благословения девушке. А мужик украл свою жену. А там все просто, банально, понравилась девка, он ночью забрался в двор, схватил ее, перевез ее к себе домой, изнасиловал ее много раз и не выпускал какое-то время из дома. А потом она как бы смирилась, прижилась, полюбила. Живут потом, любят, просто детки не рождаются. Вот, а Бог его знает, почему не рождаются, и Бог его знает, почему идут постоянные срывы гребенности. Потому что, может, его много раз изнасиловали и приняли. Шаман учитывает эти вещи и говорит своим пациентам, чтобы они вернулись к родителям и получили благословение. То есть все они учитывают эти вещи прекрасно, муды. Все они прекрасно участвуют в анализе и дают рекомендации почти один в один. Просто иногда делают действия, которые вот, мертвого бить животное, легкими побить кого-то, там, ращенядина всякая, лукер, шаманизм долбанный, какой он страшный. Ах. Узная структуру, ребята, моим студентам, вот, зная структуру поведения шаманова, вот, поверите мне, зная НЛП, вы можете прекрасно стать подобственным колдуном. Очень быстро, главное, прикид, избрать чуть-чуть другое, более такой понтовый. Как-то раз ко мне, лет 5-7 назад, выходит на связь какая-то женщина, девушка из Москвы, говорит, в ВКонтакте это было, говорит, я увидел тебя на подписи, что ты гипноз практикуешь, я вот тоже интересуюсь этим, что ты хочешь поболтаю. Вот я открываю страничку и вижу, а она по профессии колдунья. Она такая, по виду похожа на Родис и Адамс. И у нее, да, 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 ей лет 20-25, и она вот-вот, там, ведет прием у нее, там, ее рабочее место, иконы сзади, как обычно, там, вот, она делает ритуал на каких-то кладбищах, там, все-то еще, вот. Болтаем, интересно стал, вот, и она говорит, знаешь, Боря, я как бы это делаю у вас, но я вот не верю, если честно. Когда-то верила, больше не верю, вот. Я говорю, я вообще изучаю НЛП-гипноз, потому что это работает, вот. А то, что я делаю, я скорее, вот, прикидываю с колдуном, по большому счету. Ну, это для определенной категории граждан, которые, как бы, не пойдут к психотерапию, потому что они считают, что это... Да, да, то есть, здесь мы касаемся, скорее, фильтров восприятия, вот, и, ну, допустим, как в сексе, некоторым людям нужно для полноценного сексуального возбуждения, чтобы партнер переодевался на что-то. И икону сзади. Ну, представьте себе, это как сексуальные игры. Нужно, чтобы переоделся. Там, не знаю. Ты лучше обрести внимание икону сзади. Вот, а кому-то другое для нас. С Богом. Да, кого-то другое для нас. И погнали. Да, ну, да. Ты мне в этом вспомнил, это вот, я... Ты мне в этом вспомнил, это вот, я... Ну, ты вспомнишь, когда мы были, ну, там, на Старом Салтове в прошлом году, вот, и там комнатки есть на этой базе. Я одну комнатку показал мне, вот, Таня, вот. Вот, а вхожу в комнатку, и там, в этой комнате я фигел. Комната а-ля имени Зиквудда Фрейда. На одной стене, там, порнографические изображения. Ну, эротика скорее. А на другой стороне иконы. Я так чуть-чуть побыл в этой комнате и понял. Черт! Как? Как это может быть в одном? Ну, вот, а кого-то возбуждает, да, видишь? То есть есть люди, кому... Просто в травы сходят. Такой диссонанс, дикий панал. Да, да, да. Ит супер эго, ит супер эго. А-а-а-а! Там сразу, как у боксера спина течет. Да, да, да. Это пример, да, некоторым людям нужны игрища. Вот, и некоторых людей возбуждает, когда перед вами такой вот в рубашке, вот, дипломированный специалист с парадой. А для кого-то необходимо, чтобы это было припичка с перьями, там, такими вот, с тремором, с танцем, с бунтом. А какому профилю можно просто сказать, как это будет строй? Смотри, здесь культура определяется очень сильно. Это же, понимаешь, обращение к какому-то определенному специалисту сильно определяется верованием культурным и семейным. Ну, вот, это дома обращались, все ходили, делали это, дети это видели, и они воспринимают эту институцию. Либо наоборот, поведение, например, родителей, которые шаманизированы, религиозные, детьми воспринимаются как псудное, идиотическое, и они идут к терапевтам, там, таким вот, более актрисальным, а как форма бунта, идиотизму родителей. Там целая психотерапия, где намек разворачивается. Поэтому критерий выбора, к кому вы идете, к шаману или к психотерапевту, на самом деле, напрямую, говорит, кучу о вас и о внутреннем я, и о мы внутреннем так же. А если туда куда ходят? Запись проблем, интегративная личность. Почему бы и нет? Вот более того, часть психотерапии, вообще, в принципе, строится, это трансперсональная терапия, это попытка притянуть духовное, шаманское, превратить его в научное. Тот же самый Гром, что я сделал, взял практику ягическую, запихнул ее в кабинетную терапию, и получилось хорошее. Так, мы дышим холотропно, думая, что это научный метод, на самом деле, там интерпретации научные, аналитические. А метод древний, мягко говоря, поэтому, собственно говоря, я думаю, на самом деле, холотропное это дыхание, это скорее не техника, техника общедоступна. Вот, скорее, форма и стиль работы с пациентом. Когда он дышит. Вот, хорошо, 4 сектора. Пойдем дальше. А, ну и на секторе я, мы внешне терапия, статистика, более эффективно терапия, менее эффективно терапия, терапия лучше помогающая, меньше помогающая. Вот, там мы не говорим о специфике работы, если мы говорим о секторе, мы внешне, мы говорим о том, что, к примеру, допустим, патологическая терапия, она потенциально дает лучшие характеристики изменений при учете работы с большим опытом. Ну, не учить индивидуальные особенности, говоря, говорящие о том, что для качественной работы необходима индивидуальность. Вот. Психональт тут не выигрывает очень сильно. Очень сильно. Вот. Ок. Хорошо. Сейчас коснемся следующей модели и пройдемся по архетипам 4 немного. Вот. В принципе, некоторые из вас знают данную модель. А, будет, Свет, тебе прочитать. Ну, ладно. Почти ничего. Да, да. Лампочки. Повыгрались. Почти. Вот. Четыре базовых архетипа Почитуин, у которых есть вариации и на уровне тени, и светлое отображение, и на уровне мужского и женского. Это хозяин, это воин, это трикстер, маг, мудрец и это принц. У каждого архетипа и есть определенные вариации теневая, мужская, женская. Ну, к примеру, архетип трикстера. Первый архетип светлым словом на трикстер. Его темные вариации, это темный маг, темный волшебник. Вот. И женская, мужская. А светлая вариация, это у нас жрица. И темные вариации, это ведьма. Вот. То же самое разделение идет на уровне других архетипов. Например, скажем, архетип хозяина светлая сторона, а темная сторона людоед, светлая сторона женская, это хозяйка, и темная сторона ужасная мать. То же самое архетип воина, а у воин светлая темная убийца. Вот. Потом идет отображение женщины-охотница и темная вариация мазонка. Вот. И потом архетип принца. Принц-принцесса, мужская-женская, и темная сторона принца-бродяга, и темная сторона принцессы, это проститутка-любодренальная чулка. Так что Сергей улыбнулся и посмотрел вниз. Не знаю почему. Вот. Калибровка это зло. Калибровка это зло. Калибровка это зло. Его подвергал Алексей почему-то сейчас. Ты хоть сказал, я себя отождествил, да? Принял. Его подвергал. А воин? А воин я пропустила. А воин, убийца, охотница и амазонка. Я эту тему глубоко учтитель. Я тему архетипов сейчас не буду глубоко рассматривать. То есть я не буду описывать вариации того, что означает каждый архетип. И что много времени для этого будет минимум час. Минимум час. Пока я просто буду говорить о том, что сила, энергия любви и энергия смерти и энергия терапии для человека, принадлежащего к одному из четырех профилей базовых архетипических, будет отличаться. К примеру, мы берем человека, являющегося архетипом хозяина. Архетип хозяина – это сила статуса и сила денег. К примеру, мы имеем дело с отцом, который очень любит своих детей. И он находится в архетипе хозяина. Для него любовь, хороший отец – это делающий что у своих детей? Дающий огромное количество денег, покупающий квартиры, машины, обеспечивающий, самые дорогие вузы, ему Гарвард, Оксфорд, Феррари, Падри. И для него сила любви – это сила статуса. Какой я статус дам ребенку и сколько я запихну в него денег? И чем больше я это дам, тем больше моя любовь. Человек, мыслящий в пределах архетипа власти – это человек, мыслящий в пределах количества денег. То же самое и женщины, которые смотрят на мужчин через призму данного архетипа. Они воспринимают любовь либо нелюбовь мужчины через призму денег, которые он дает. Он дает много – вау, это мне любит. Архетип конвертирует энергию любви. И какой бы он ни был мудрый любовник изощренный, если он бабок не дает, это и женщины, она подумает, что он ее не любит. Это правда. Далее. Дифференциация архетипов на уровне светлое, темное, мужское и женское здесь почти не нужны, потому что ключевая сила – то же самое. Статус – деньги. Не обязательно данный архетип является чем-то абсолютным для человека. Иногда мы можем встречать людей, у которых есть элемент отражения. Важно что-то другое – ум, физические способности. Но также имеет значение и финансовый аспект. Тогда мы говорим о том, что человек принадлежит просто к аспекту архетипа, а его любовь как бы преломляется через призму разных архетипов. В частности, архетипа власти. И то же самое представление о смерти и умирании для человека, находящихся в архетипе власти. Смерть является обнищанием и лишением статуса социальной позиции. Между прочим, древние китайские врачи, кстати говоря, еще в трактате Желтого Императора о внутреннем, один из самых ранних трактатов существующих в нашем мире, очень древний, описывается странное заболевание, существующее у людей, которые находились на высоком статусе, а потом его утрачены. И действительно, люди, которые занимают очень высокую должностную позицию, а потом резко уходят с нее, очень часто начинают сильно болеть потом и часто умирать. Это факт. Примером Бога. Либо больны тяжело становятся, либо умирают быстро. Вот. Даже древнекитайские врачи обнаруживают, что в состоянии тела очень сильно связаны с эгоидентификацией. И утрачиваешь эгоидентификацию, как генерала. Ух! Угу. Это да. 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 И твое тело привыкшее к этой форме. Учтите эти вещи будут активизироваться. И если вы свою жизнь адаптировали через призма архетипа власти, и были хозяином, и за целью жизни была. Всю жизнь пробыли хозяином, лишились власти, болезни или смерти для вас может прийти в той или иной форме. И уходят в категории с какой-то болезнью. Рано или поздно. Примеры видел. Даже совсем недавно, яркие примеры. Человек всю жизнь работает на высоком статусе, прекращает уходить в высокой позиции, мгновенно. Через течение не на 9 месяцев уходят в жизнь. Вот. Примеров очень много таких. Вот. Но такое не случится. И если человек преломлял свои представления о смерти, через другие архетипы. Ау. Лишайся ты позиции, не лишайся, тебе будет пофиг. Примерно, допустим, архетип физической силы, архетип воина. Вот. Да, ведь и любовь, и смерть, они преломляются через другие вещи. Для воина любовь это что? Вот такой пример. Любовь в воинах. Спасать прицессу из заточения. Ну, а должны понимать, что воин это мужчина, либо женщина, который привык решать вопросы. Чаще всего человек. Сила. Физическая сила, либо угрозы физической силы. Вот. То есть не сделаешь, дам дыню, к примеру. Либо его никто не трогает, потому что он очень сильный. Примерно. Да. Для других архетипов это вообще не будет. Вот валидно. Вот. К примеру, если ты высок в архетипе власти, ты пофиг на свой тип, пофиг абсолютно, насколько физически сильный другой человек. Не имеет никакого значения. Вот. Социальная сфера дает возможность уничтожить человека громадным количеством других путей. Зачем физически. Или не обязательно. Или, если вы находитесь в архетипе Трикстера, и основная ценность для вас – речь и когнитивное мышление. Вот. Для вас абсолютно пофиг полностью, какой статус занимает человек. Вот. И он богатый, либо бедный, либо он очень сильный физически, или очень слабый физически, не имеет значения. Потому что речь и о внушении, и НЛП, и работает на диете таково хорошо. И ты не варьируешь, не дифференцируешь. Ты богатый, миллиардер, либо ты нищий, никакая радница. Вот. Ведь слово и мысль – это совсем другое. Вот. Это пример. Вот. И человек, находящийся в архетипе принца, принцессы, там все ведь… Любовь – это что у нас? Любовь – это красота. Любовь – это правильность формы внешних. Вот. И человек, находящийся в пределах архетипа красоты, он дает любовь, пока кто-то красив. Вот. И прекращает ее давать, когда красота ушла. Вот. Часто мужчины привлекают женщин через призм архетипа власти, но те же самые властные мужчины, они фильтруют женщин через призм архетипа красоты. То есть, видите, фильтрах будут отличаться. Вот. Мужчина с архетипом власти вообще не очень часто ищет женщин с той же собой властью. Как часто вы видите человека, директор группы компании, который думает мужчину, что единственный, с кем я могу спать, это с директором группы компании. Правда, абсурд. Полный абсурд. Он думает по-другому, он думает, чтобы она была красивая. Поэтому восприятие себя и восприятие других тоже будет варьироваться. Сильно включен. Вот. Здесь вы видите, опять же, архетип власти. Вернемся к воину. Архетип воина – это физическая защита другого человека. И воин чувствует, что он проявляет любовь, когда ощущает, что он может защитить другого человека. Это проявление людей. А смерть – это утрата определенных физических качеств. Именно из-за этого человек, скажем, умеющий и владеющий определенными навыками физическими, утрачивающий их, будет воспринимать их как свой спорт. Ну, представьте, вы все же занимались единоборством. Вот. И там вас поражили. Полная беда, что вы индексированы с этим. Если вы не сможете делать то, что вы делали всегда до этого, в большей вероятности ваша личность рухнет. Вот. И придет умирание. Процесс умирания. Которое может отразиться буквально на психическом процессе, фрегмонатическом процессе. Человек очень сильно отвязан на деятельность. Если вы идентифицируете себя с определенной деятельностью, то ликвидация данной деятельности будет порой ликвидацией адекватности поведения, и ликвидацией даже ваша личность рухнет. Любовь и смерть для трикстеров. Это что? Как? В чем она проявляется? Давайте попробуем. Архетип мудрости. Нет. Что это такое? Как проявляет мудрость человек свою любовь? Что для мудрость человека любовь? Для смерти. Учить мудрость? Что это такое? Да. Это и обучение, в принципе. Так. Ты правильно сказал, для трикстера проявлять любовь это обучать, кстати говорил. Да. Это форма проявления любви. То есть, трикстер не будет задаривать. Трикстер может быть не способен защитить чем-то от чего-то. Трикстер вообще не факт, что он будет обучать. О определенной форме мышления. То есть, это философский склад чаще всего. Вот. И здесь мы говорим о вербальных, определенных психотехнологиях. Вот. Умение коммуницировать, умение размышлять, умение думать. Вот. Поэтому трикстерское поведение, оно сродни больше поведению, не знаю, священника на исповеднике, что ли. Либо философа древнегреческого, либо консультанта по психотерапии, какой-то вербальной технологии. Проявление любви это обучение. А смерть, для трикстера, это что у нас? Ваши вариации? Невозможность обучать. Найти там необучаемого. Ну, близко на самом деле. Процессы умирания, это когда на обучение трикстера никто не реагирует. Вот, наверное, так. Отсутствие принятия любви. А невозможность обучаться, наверное, так. Вот. Когда Джон Гриндер сказал, что пока вы обучаетесь, жить-то обучаться чему-то. Умирать, прекратить обучаться. Смерть, это прекращение обучения. Ну, вот, это пример убеждения трикстера. Смерть, это когда вы прекратили чему-то учиться. Красивая метафора, но, опять же, это только в пределах архетипа облюбленного. В пределах хозяина, смерть, этот утратил деньги. И утратил влияние. А для красоты, архетипа красоты смерть, чаще всего это старость. Очень часто. Вот именно те люди, которые находятся в архетипе красоты, вот, когда они стареют, они очень тяжело в горах. Там реально как будто личность начинает полностью преобразовываться и чекает глубочайшую депрессию, когда он не очень тяжело менялся. Вот, с другой стороны, если у вас нет ничего от архетипа красоты, то старость не будет давать вам никаких негативных вещей. Старость для архетипа красоты является полной бедой. Вот, немощность через блины старости для архетипа воинов тоже это большая проблема. Вот, для трикстеров старость не является проблемой. Чаще всего трикстер наоборот воспринимается как более сильный, если он более старый. Вот там сила растет, как ни странно. Не бывают же люди с проявлениями какого-то чистого одного архетипа? Скорее всего там есть смежные, есть какие-то проявления. Да, конечно. Есть ведущий архетип и вторичный. Да, а чаще всего какие комбинации встречаются? Все. Бывают все. Бывают трикстер, которые на красоте поведен? Я видел трикстеров принцев. Я видел трикстеров воинов. Я видел трикстеров хозяев. Во всех вариациях. Реально, я даже помню, был период, когда я общался с тремя мужчинами, моими пациентами, и один был трикстер, другой был трикстер хозяин, а третий был трикстер принц. Вот такие вещи бывают. Где базовый архетип один, но вторичный другой. Ну, к примеру, скажем, ну, подумайте об этом, что, ну, к примеру, скажем, для того, чтобы проходить, я считаю, качественную психотерапию, необходимо, чтобы у человека присутствовали элементы архетипа трикстера. Из точек отсутствует трикстер в принципе, то единственная терапия, которая ему поможет, это алкомарафон и гидосепаум в рот. Вот, и будет все хорошо. Люди без триктора не способны к полноценной коррекции, вот, когнитивной, аналитической, вот, им нужно все попроще. Долгая терапия, размышления, понимания, это адресторская. И чем глубже у человека правильного архетипа, тем лучше он будет реализовывать. Вот, и, смотрите, здесь о терапии. Терапия архетипа хозяина, вот, это тебе плохо, я тебя отдалю. Вот, спонсирование чего-то. Терапия архетипа воина, вот, я либо защищу тебя, либо обучу тебя технике самозащиты физической. Если архетип трикстера, это психотерапия, в принципе, чистая форма возле разнообразности, видов, которые есть. И терапия для архетипа принца, вот, это, к примеру, допустим, сделать себе психологическую операцию. Правильно. Обколоть себя ботексом, вот, увеличить грудь, убрать нос. Вот, это психотерапия, ребята. Это реальная психотерапия для архетипа принца, принцессы. Вот, так. Они получают быстрый комфорт, и они думают, что они меняют таким образом мир. Для трикстера пластическая операция является абсурдом. И женщины, находящиеся в архетипе трикстера, скорее, они редко будут делать себе пластику подобную, трансформирующую. Его будут делать только женщины, находящиеся в определенном архетипе, которые поведены на этом. Качество своей личности, например, связано с разбиром груди, вот, и, там, правильным изгибом носа. И неправда. Ну, есть женщины, которые это делают, исходя из рационального соображения, а не исходя. Нет, я не о них говорю, я не о них говорю. Я говорю о фиксации внимания. Вопросы есть? Вас ко мне. Так, вопросов нет, мы проработали с вами сейчас 16 минут. Я отправляю вас на перекур, пережой и пережор. Пережор, пережор и перепой. Вот. 10 минут мы отдыхаем и потом возвращаемся. Более эффективными в том, где вы существуете. И потом реально все традиции раскрываются. Возможно, вот этому неосознанному, да, в большинстве случаев. Да. Мастера обучения – это люди, умеющие выделять ключевые вещи, видеть ключевые вещи и поведеть. Кто-то может их видеть, кто-то нет. НЛП-мастер дает инструменты видения ключевых вещей. Базовых, основных. Которые имеют значение. Для чего-то. Для воспроизведения наук. И там много видов моделирования. Очень разные. На разных уровнях. Там моделирование. Просто, ну, хочешь просто жонглировать научиться. Это одно. А хочешь, не знаю, быть буквально как человек. Это другое. Ну, скажем, НЛП-а базовые. Они моделировали других известных терапевтов. Перлса, Вирджини Сатир, Лутона Эриксона. И они изымали из них самые ключевые вещи. Самый высок. Вот. И потом преподавали те модели, которые преподаются в НЛП-практике. Это продукты моделирования. Базовых моделей. Которые оказались очень услышны. Продукты моделирования. Просто, ну, краткий анонс. И формально, если ставить по уровню иерархию. Для меня вот есть три уровня ключевых программ. Есть все различные тренинги обучающие. А НЛП-мастер – это левел вверх по отношению к любым обучающим. НЛП-мастер даже лучше по отношению к программам тренерским. Потому что он в себе может включать элементы и обучение тренерской деятельности. «Метра». НЛП изначально называлась, вы знаете, как «Метра». Не было НЛП, а метра. А метра – это над. Быть над чем. Так. Смотрите. Вы прошли с вами Маджи Кеннелубера. Мы с вами поговорим об архитипах. И давайте опускомоску пациентки. Стральная динамика Крэлла Клэра Грейвзов. Смотрите. Что это такое динамика эстральная? Это модель ценностно-мотивационной иерархии. И по ней придется кратко пройтись, пробежаться, чтобы вы понимали, о чем он говорит. Есть предположение того, что человечество в контексте своего филогенеза и личности, в контексте филогенеза, онтогенеза, в какой-то определенной стадии того, что нас мотивирует к деятельности. У наших мотивов есть свои логические уровни. И самый базовый уровень, он относится к банальному удовлетворению самых базовых потребностей. Модель похожа на мотивационную. Модель Маслова в чем-то, но не является полностью синонимичной. Было выделено 7 плюс базовых уровней. Сейчас их насчитывают до 9, даже может быть больше. Но основных 7. В принципе данная модель, а я повторю, она касается как онтогенеза, так и филогенеза. Все это означает. Как с одной стороны она валидна в контексте рассмотрения вообще динамики развития человечества. Минус 10 тысяч лет назад. Так и динамики развития личности от маленького ребенка к взрослому человеку. Базовая изначальная мотивация и потом выше, 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 выше. Выделяются данные мотивы через название цветов. Цвета являются метафорами для данного уровня. И, сори, я данные метафоры до конца не помню. Вот как они интерпретируются, не имея значения. Если надо, потом поищу. Первый уровень – это уровень ценностной мотивации бежевых. Уровень выживания. Считается, что это уровень ценностно-мотивационный, который имел место, не знаю, 10-5 тысяч лет до Риспло Христу. На уровне инстинктов, где есть какая-то точка перехода между индивидуальным хаотичным и групповым хаотичным. У меня есть определенная претензия о создательном модели, потому что я лично считаю, что данный уровень является мифом, вымыслом. Объясню почему. На данном уровне считается, что нет места групповому, а есть место хаотичное, индивидуальное только. То есть это индивидуум, находящийся в джунглях. Он сам по себе. И единственные мотивы у него – это какие? Еда, сон и безопасность. И размножение. Ну и иногда найти самку или самца даже спариться. На бежевом уровне даже нет потребности удерживать какие-то социальные связи минимальные. Самый низкий уровень. У меня большой вопрос, связанный с данным уровнем. И я, в моем личном объявлении, что данного уровня как бы не должно быть, потому что групповая составляющая взаимодействия у человеческих существ, она, я думаю, существовала всегда. То есть мы как были обезьянами, как превратили из человека, всегда мы были с тайными существами. Вот. Ну а Грейвз и его последователи считают, что существует некоторый уровень такой полной, индивидуальной, хаотичной, животной системы ценностей, где целью является только база, фундамент. В принципе, данный уровень бежевый, он может соответствовать первичным мотивам, функциям существования маленького ребенка. То есть цель ребенка не поддерживать коммуникацию, а цель ребенка требовать от родителей пищи и удовлетворения базовых потребностей. Покорми меня, полилюкай меня, покорми меня, своди меня в туалет, все. Я ничего не делаю, чтобы встретить связь. А если вопрос логичный, а существуют люди среди нас в миру на бежевом уровне? Да, что ты? Это я. Это ты. Только секс и еда. У тебя более широкая мотивация. У тебя не просто еда, у тебя вещи по психологам. Это очень важно. И ты являешься именно тем антропоморфом, который еще любит снимать других антропоморфов в процессах удовлетворения, удовлетворения самых разных потребностей своих. В частности, интеллектуально, как сейчас. Но, в принципе, если бы существовали подобные люди, то это скорее, например, бомж, кочующий и живущий на улице, у которого цель только одна – найти объект кида есть и найти укромное место, чтобы его послать. Хотя, если бы рассматривали систему социальную людей без определенного места жительства, то есть бомжей, вы знаете, аббревиатуру, да, без определенного места жительства, то там есть социальная связь определенная. Это определенная профессия, что там есть иерархия даже социальная. Поэтому, когда я смотрю на социальные иерархии бомжей, о том, что они на самом деле являются частью какой-то странной специфической социальной группы, я говорю, ребята, там как бы он добежевый уровень мотивации, но не совсем. Проявление любви на данном уровне – это что у нас? Это проявление любви только на оральном, генитальном уровне. Вот, если ты можешь кого-то покормить, вот ты проявляешь любовь. Если тебя кормит эта любовь. К примеру, здесь данный уровень может быть присущ животным. для животных, а проявление любви – это их кормление. Кормишь своего животного – ты его любишь. Не кормишь – ты его не любишь. Все очень просто, правда? Вот, то же самое проявление смерти, либо страх смерти, здесь связано напрямую с отсутствием удовлетворения этих базовых потребностей. Далее, уровень фиолетовый. Более высокий уровень, на фиолетовом уровне, если первый уровень бежевый – он выживающий, то на втором уровне, фиолетовом, появляется первичное магическое мышление. Появляются племена, появляется племенная общность, и появляется первый миф. Появляется элементарная духовность. Если первый уровень бежевый является, он не обладает никакими духовными элементами, здесь уже появляется первый шаманизм. Это пять тысяч лет до Рождества Христова, плюс-минус, черточка, там, три тысячи лет. Здесь мы видим, что ключевым проявлением любви является уже, что? Уже социальный инстинкт. Здесь мы включаем уже Альфреда Адера, говорящего о том, что все-таки более важной потребностью является социальная общность. Социальный инстинкт является более значимым для большинства людей, чем поедание пищи и сексуальный инстинкт. Если ты выпадаешь из социальной группы, то умолчание менее эффективно удовлетворяется определенные ключевые свои потребности. Быть в группе – это, ну, хотя бы что-то есть иногда, и найти возможность повторять для себя сексуальную, какая-то элементарная безопасность. Все другие потребности удовлетворяются более комфортно. Вот, и здесь выступает как культ именно социальный инстинкт. Здесь любовь проявляется в форме принятия, тычным нашей стаи. И тогда появляется элементарно уже какой-то груминг, мы можем действовать помощью, поддержкой эмоциональной, у обезьяного, помните, выщипывание плохо в шее друг у друга, поглаживание определенное. Здесь проявляется общая забота, всеобщая забота друг о друге. И появляется какая-то деятельность, которой люди занимаются вместе, обобщающие, там, не знаю, охота, защита от других племен, какие-то, не знаю, элементарно другие виды деятельностей. Но на фиолетовом магическом уровне нет еще полноценного центра влияния. Нет как такового вождя, который полностью подчиняет другие части племени. И тоже здесь можно кинуть определенный камень в огород данной модели, и прокомментировать, а как этого вождя полностью нет, ведь даже у животных племен, у животных есть определенные вожаки стаи. Альфа-самцы и альфа-самки, которые контролируют что-то, доминируют над группой, и удовлетворяют свои потребности на более высоком уровне. Быть вожаком, это значит есть первым, верно? И заниматься сексом, там, самое лучшее самое. Это говорим о мужчинах. Здесь терапия и любовь напрямую связаны с чувством принятия, разделением общей пищи, общий пир. На данном уровне нет четкого разделения браков, то есть это модель поведения сексуального, в связи со всеми. Такие модели на самом деле еще существуют в некоторых архаических племенах живущих, там, не знаю, на островах Полины, где, например, есть племя, есть мужчины и женщины, есть дети, и мужчины и женщины спят вместе иногда по очереди. И дети не являются детьми, а какого-то отдельного мужчины. Любые дети являются детьми племени. Потому что очень трудно разобрать, кто именно является ребенком, кого он решит насчет. Точно является модель того, кто рожал, не более чем. А смертью здесь выступает отторжение от племени. Если на первом бежевом уровне смерть, это прекращение приема пищи, и это буквально эпическая ликвидация, то на магическом фиолетовом уровне здесь мы имеем дело со смертью, как отторжением. Именно здесь появляется миф, метафора козла отпущения. То бишь, человек, который является плохим по каким-то причинам, его не обязательно убивать. Его можно, как козла отпущения, взять, вывести за пределы стаи, выкинуть его в джунгли, и он сам там умрет. Смерть является диссоциацией от стаи. Быть в группе – это жизнь. Принятие – это жизнь. А быть за пределами группы – это смерть. Все. Телекомедируемся. Именно здесь появляются первичные ценности, первичные табу, между прочим. Базовые табу. Табу на инцест, табу на поедание пищи вожака, на минимальном уровне. Табу на контакт с мертвым. Появляется элементарная базовая духовность. Терапия здесь воспринимается как определенная групповая поддержка. Хотя на данном уровне появляются еще образы первых шаманов, которые дают определенную помощь. Терапия – это групповая поддержка. И некоторые формы групповой терапии, когда ты чувствуешь и ощущаешь, что люди тебя окружающие поддерживают, и принимают тебя таким, какой ты есть. Это скорее, я считаю, спуск на самый низкий фиолетовоматический уровень, когда ты воспринимаешься, не критериально, как хороший, а плохой. Ты член племени, ты часть нас. И данное племя является антропоморфной массой эго, не дифференцированной. Да нет личности еще. Там нет дифференциации четкой, там нет представления о том, кто лучше, кто хуже. Там нет четких критерий. Нам хорошо и мы хороши, поскольку мы – это целое. Мы – мы единое ждут. В принципе, по большому счету, вы можете встречать некоторых людей, живущих сейчас на данном уровне. Пример человека, живущего на фиолетовом уровне. Ну, пример. Какая его быдность? Ты просыпаешься каждый день, ты идешь на какую-то, чаще всего, механическую работу, на которой ты работаешь с одной целью только – это купить себе хоть какую-то еду, чтобы потом у тебя было место, где ее поесть и было место, где поспать. И иногда у тебя есть какая-то группа людей, то ты собираешься и, к примеру, ты, не знаю, совместно ешь. Вот. Совместно пьешь что-то. Вот. Цель жизни – комфортно поесть, попить. Такие люди едут. Вот. Большинство из вас, они могут не пересекаться с таким людьми. Как-то наши. Вот. И ключевое изменение данных людей – это более эффективно есть и более эффективно пить в группе людей, которые ты предыдуешь. Более в красивом месте. Это вариация остального. Вот такие люди могут быть, и некоторые из них теоретически могут обладать и достаточно неплохим имуществом. Теоретически. Но чаще всего их система мотивации недостаточно, чтобы выйти на достаточно большой финансовый уровень, потому что у них чаще всего почти полностью отсутствует абстрактное обучение. Вот. Они могут ставить большие цели для себя. Есть разве что еще более, более вкусный отдох через неделю. Вот. И заняться любовью, там, не знаю, на выходных. Вы видели таких людей или нет? Да. Вкусно покушать и вкусно полюбить кого-то. Раз в недельку. Вот. А неделя – это уже заработать денег на этом. Все сводится к этому. Никакой основной духовности нет. Вот. Далее. Следующий уровень. А, ну терапия на этом уровне – это контакт и, естественно, это совместная деятельность еще. Следующий уровень – красный. Он называется также импульсивным. Либо это уровень вождей. Здесь мы уже имеем дело не просто со стаей такой вот, которая вместе единая и насильная. Здесь проявляется широкая иерархия уже. И здесь желание ключевой, мотив ключевой – не быть членом стаи, а быть кем-то в стае. Быть значимой фигурой. Вожаком. Потому что люди, занимающие определенную позицию иерархическую, они принимают от мира больше еды, больше благ, более любимое. В мышлении человека на красном уровне – чем больше у тебя денег, тем тебя больше любит. Чем больше у тебя статус, тем больше у тебя любит. А люди, не обладающие статусом любовью, они не получают ничего. Далее. Особенность. Здесь появляется условно первая такая юридическая система, которая гласит то, что сказал Старшой, так и верно. Вот как говорит директор компании – это, это, это. Так оно и есть. Полная авторитарность. Яркий пример этого третьего уровня – импульсивного красного – это, к примеру, фраза, метафора полизма существующей у японской мафии якудзо. Верховный лидер мафии якудзо – ойябун, который объясняет все правила, которые существуют. И есть такая метафора. Если ойябун говорит, что черное – это белое – это белое. Вот так нужно реагировать. Без логики, без вариаций. Кто класс старше – это является правильным. Далее. Не играет роль логика тут. То есть имеет значение только власть старшества. Мораль тоже обладает старшеством. И сам старший может нарушать мораль прекрасно, когда захочет. А его подчиненные должны следовать его морали. Здесь представления о любви напрямую связаны с ростом социальным. Раз. И напрямую связаны с близостью к вожаку. Чем ближе к вожаку, тем больше ты любим. Чем ближе к верхушке, тем более ты любим. И хорошим является то, насколько ты можешь любить данные идеи. Смерть – это утрата социальной позиции. И утрата влияния. Утрата власти буквальной. То есть, если ты смерть на первом уровне, бежевом, это ты не покушал. Смерть на фиолетовом уровне – это от тебя отробили из группы. А смерть на третьем уровне – это ты утратил свою социальную позицию. Ну, прекратил быть там, не знаю, директором банды. Или вожаком корпорации. Шучу. Далее. Следующий уровень. Четвертый. Синий. Синий уровень ценностно-мотивационной иерархии Греймса. Формально данный уровень начинается тогда, когда возникает власть не авторитета, а власть морали и закона. Здесь, условно, появляется первая полноценная социальная матрица социальных взаимодействий. Полноценная матрица. По большому счету, не отдельному человеку, а четко прописанному закону. Например, ты не боишься царя, но боишься, скорее, Бога, как говорили раньше, и закона. Существующего в твоей души. Например, если вы видите компанию, страну, государство, которое действует вопреки логике, но во благо ведущему политику, как ему более выгодно. Ну, вспоминаю нашего Януковича, например. Скажем. То мы говорим о стране, находящейся на уровне третьем, красном, где есть авторитарный лидер в стране, который в себе все, а все нищие, это красный уровень. То есть все для вожака самое вкусное, он самый богатый чаще всего. Как только вы видите переход страны с красного уровня на четвертый синий, мгновенно мы видим, к примеру, президента страны, который на бордюре кушает хот-дог под парламентом. И он вообще может быть совсем не богатым человеком. То, что мы видим в странах Европы. Это, ну, точно гарантия, что страна не находится на третьем уровне. В принципе, Украина, как ни странно, она на третьем уровне еще делается попытки уйти. Но она как бы декларирует себя как более высокий уровень. Четвертый, пятый, даже шестой пробует и замахнулся. Но на деле, если вы посмотрите, то как устроено занавязательство нашей страны, устроен бизнес. Я пример яркий приведу, скажем, общаясь с людьми, которые, вот там, не знаю, пищевой бизнес делают. Чтобы открыть крупный ресторан, какой-то буфет, там, в центре города, обязательно должна быть крыша какая-то у человека. У нас, например, в Харькове, в Киеве. Потому что обязательно к тебе придут, люди скажут, а чего это ты такой, давай нам барыш большой. И ты не сможешь ничего сделать. Но если у тебя есть крыша, если у тебя более высокие связи с существом, только тогда ты можешь открыть, например, в центре города, большое заведение, и это будет гарантом того, что ты выживешь на рынке. Это абсурдно для стран четвертого уровня иерархии. Если ты правильно выставил свою деятельность, по правилам купил лицензию, по правилам сделал все в своем ресторане, то никто не должен к тебе поддолбаться. Потому что все, что прописано в законе, ты выполнил. В Украине, чаще всего, ты все выполнил по закону. Это вообще не факт. Дождь и таза останешься. Это классический прием того, что мы находимся. Если нету смысла даже... Да! Если нету связи... Нету смысла просто отдать. Да! Если нету связи, нету смысла многим людям исполнять законодательную нотку вообще. Да. Это бессмысленно. Он выполнит это все. К нему скажут, а нам пофиг. Давай деньги. И вот. Увы, данная модель, увы, данная модель не преподается нашим политикам, чтобы они осознавали приблизительно на каком уровне находятся их. Они находятся на уровне, импульсивном уровне вождей. Третий уровень из девяти. Из девяти. Ценностно-мотивационной иерархии. Уровень, который припудренный, только единственное, что они не с дубинами, как в древности, а с айфонами. Это основная причина. С дубинами приходят другие, да? Да. Не с дубинами, а с айфонами. Все. Это уровень. Как только культура переходит на четвертый уровень, мгновенно происходит полное соответствие формальному закону. И здесь люди не подчиняются буквально вождю, президенту. И если президент говорит, что это вопреки закону, существующему, принятому, его снимают. Если президент говорит, что вопреки, там, не знаю, духовности, его будут скорее убирать. Это плохой президент. И его свергают. То есть, в Украине, если вы говорите, в Украину, есть как бы иллюзия того, что у нас четвертый уровень. Хотя правильно было бы говорить, что Украина находится вот частично на третьем. В некоторых местах она похожа на четвертый. И некоторые фрагменты Украины, они делают попытки перехода на пятый уровень. Вот так. То есть, в целом, общать не надо. Но базовые вещи украинские на третий уровень социально-ценности мотивационной иерархии. Проблема четвертого уровня. Проблема безликость. То есть, здесь мы имеем дело с людьми, которые пытаются быть как все. Будь как все. Будь как все, и ты хороший. Четвертый уровень – это отсутствие индивидуальности. Ну, к примеру, допустим, коммунистическая революция – это яркий пример попытки перевести третий уровень на четвертый. Яркая попытка, попытка, проба пера, которая формально стала не очень удачной. Почему? В многих пищах. Там любовь на четвертом уровне – это соответствие определенным ценностям. Люди, которые, условно говоря, в законодательном смысле хороши, и они соответствуют нормам религиозным – они любимы. Люди, которые не соответствуют нормам базовым, не выполняют норматив социальный – они являются плохими. Их не любят. Смерть для человека, находящегося на четвертом уровне – это прекращение выполнения четких правил, прописанных в организации, в котором он находится. Шаг вплево, шаг вправо – это смерть. И здесь появляются первичные намеки, но обсессивно-компульсивное поведение. Где нужно делать все по регламенту. Как мне сказали, так я и делаю. По стойке смирно. Нет никакой вариабельности. Нет места индивидуальности. Ты не смеешь привносить туда новое. Классика, скажем, врачебная деятельность украинцев существующая. Ты врач, обучился на определенной специальности. Прям психиатр. И тебе приходит пациент. Тебе нужно по регламенту, если у тебя такое заболевание, даешь ему определенную таблетку, которым пьет определенное количество времени. И формальные процедуры проходишь. Если ты не являешься главврачом клиники, то ты не смеешь проводить какую-то вот такую изощренную форму работы. Попытаешься отклониться от правил. Все, неправильно. Это четвертый уровень. Любовь здесь является символом соответствия правилам. Ты хороший, когда ты, как все. Ты хороший, когда ты тютерка в тютерку делаешь, как все. Такой черно-белый, блин. Очень структурный, очень структурированный, очень такой балансированный. Видите, вместо хаоса тут порядок уже. В отличие предыдущего уровня, где полный хаос. Где как хочу, так и будет. Там четкий порядок. И формальный четвертый уровень является точкой отсчета. Начало полноценной цивилизации. Все выше него является ее усилением и апплификацией. Далее. Пятый уровень. Пятый уровень это уровень желтого? Нет, оранжевый уровень. Оранжевый уровень. Это уровень достижения. Уровень достижения. Здесь мы видим, что в матрице четвертого уровня появляются индивидуумы, которые говорят, ребята, как все, это плохо. Должно быть что-то новое, новаторское. Здесь человек отсоединяется от группы с целью найти для себя свой путь. Вот так. Я не с толпой. Я не как все. У меня индивидуальная. Это пример, скажем, человека, проработавшего в госструктуре какой-то. И говорящего, я не могу больше работать в госструктуре. Потому что там рамки, которых я не понимаю вообще. И уходящего в свою частную практику, стартующего в свой бизнес. То есть формальный человек, создающий свое дело, где он создает определенные правила свои, это переход на пятый уровень. Хотя иногда это скатывание вниз на третий уровень. То есть человек на пятом уровне, он подчиняется тоже правилам определенным. И там нет власти, что хочу, то иду. Там есть четкие правила. Но пятый уровень выходит за границы обыденности. То бишь это, к примеру, музыкант, который хочет играть что-то новаторское. Это художник, который отказывается творить по стандарту. Это психолог, создающий свой способ работы какой-то. Это пятый уровень. То есть когда вы создаете новое что-то, которое поначалу может быть не поддержано другим, это заявка на пятый уровень. Запрос. В некоторых культурах это поощряется, а в некоторых культурах нет. Ну, скажем, мы живем в культуре, в которых как бы поощряется выход на пятый уровень. И любые индивидуумы, которые делают свое, они как бы в некоторых секторах социума являются хорошими. Как раз у оранжевого уровня достижений, там человек любится не потому, что он является членом группы стаи, не потому, что он соответствует нормам каким-то, а потому, что он показал эффективность своего пути. Ну, к примеру, вышел из социальной организации человек, создал свой стартап, заработал денег, стал известным в чем-то пятый уровень. Прекратил делать определенные вещи на заводе, ушел, начал разрабатывать свою технику, разработал механизм, начал продавать, стал успешным. Пятый уровень. И общество, где любятся подобные люди, оно как бы мотивировано, оно мотивирует выход за пределы четвертой уровня ценностно-мотивационной иерархии. Там люди, которые становятся индивидуальностями, они востребованы. В принципе, у нас есть культ того, что на поверхности эти вещи обращаются. Но если мы посмотрим на госочреждения, большинство только попробует заявить что-то, что у тебя есть мнение по этому поводу, мгновенно ты получишь. С ума сошел. Я помню историю, как я в 2014 году еду на один семинар, посвященный работе «Гипнозы ноль». И в Европе гипноз применяется эффективно в хирургических операциях. Пациентам дается возможность выбора, какая форма анестезии дается, гипнотическая либо обычная, либо сочетание. С помощью гипноза некоторые стоматологи Москвы, например, уже работают в своих клиниках. То есть это нормально, чтобы стоматологу учиться гипнозу, для того чтобы гипнотизировать своего пациента. Но если ты попробуешь поговорить о гипнозе здесь, я помню, в 2010 году я пошел к стоматологу, и я сказал ему, что я практикую гипноз, преподаю ему. А на меня, по-другому, очень странно. А-ля цыгане, медведи, криминал. Странно, да, они боятся. Цыгане, медведи, криминал, потому что это мы их не обучали. И то есть, когда ты попробуешь практиковать гипноз в стоматологии, это ты будешь реально новатором у нас. В Москве, в Москве, это как бы личностный роб, молодец, нау технологию делаешь класс, супер. У нас скажут, что это идиот какой-то, шизофреник. Словами, даже учили по-другому, вколол и все. Что-то придумал, так, тигню какую-то, словами лечить. То есть, некая хрень собачья какая. Это же отношения многих врачей, между прочим. Что-то хрень, нужно резать, словами лечить. Хреньяка собачья, шо я такое вот. Взял, раскромсал, вынул, поставил. А на деле это четвертый уровень. Там, видите, четвертый уровень. То есть, любые, любые начинания новаторские здесь не принимаются. Вот. Также, а на пятом уровне смерть, это о лишении индивидуальности. Если вы чувствуете, что вы умираете в толпе, вы формально говорите себе, что вы минимум на пятом уровне. Не нужно отличаться от других. Я не часть толпы. Я отличаюсь. Я что-то другое. У меня есть индивидуальность. У меня есть особенности. Я могу создавать что-то новое. Вот, когда говорите себе, что я могу создавать что-то новое, выходящее за пределы стереотипов, вы переводите на пятый уровень. Это тогда появляется любовь к себе, к примеру. Если ты создаешь новое что-то, выхожу за границы, а я люблю себя. Здесь появляется ментально такое революционное настроение. То есть, ты любишь себя за то, что ты в чем-то бунтуешь. В чем-то ты бунтуешь против правил. И умирание связано напрямую с тем, что у тебя не получилось выйти за границы какой-то обыденности. Существующий идет в социальном контексте. Далее. Этих пять уровней базовых подавляющее большинство людей, с которыми вы общаетесь в жизни, я вам гарантирую, это люди, находящиеся от третьего до пятого уровня. Я думаю, это почти что-ли 90% людей. Все другие уровни, они встречаются не очень часто. По крайней мере, на работе, на улице, в супермаркете вы можете особо их не заметить. Я думаю, что подавляющее большинство людей, здесь находящихся, это люди, балансирующие между четвертым и пятым уровнем. Ценностно мотивационной иерархии. У кого-то чуть больше четвертого, быть может, у кого-то чуть больше пятого. Я сомневаюсь, что здесь есть люди, которые полностью ориентированы на третий уровень. И есть вероятность того, что кто-то может думать о шестом уровне, о котором сейчас поговорим, но только вероятность. Шестой уровень. Что это означает? Цвет зеленый. Условного значения уровень общественный. Метафора — это команда гениев. Что она означает? На данном уровне люди, которые полностью перешли на пятый уровень и исчерпали его ресурсы, тяготеют к объединению, кооперации и созданию чего-то нового. К примеру, скажем, базовая НЛПРА. Вместе собрались группа психологов. Раз, раз. Команда. И говорят, а давай намутим такого интересного. Давай будем моделировать других терапевтов. Давай. Два человека, потом три, четыре, пять. Они заняты общим делом, в котором они создают что-то новое, уникальное, отличающиеся от базы. И они прекрасно могут кооперировать друг с другом. То есть это люди, прошедшие стадию индивидуализации, и им уже не обязательно доказывать себе, что они могут все сами. Первичный уровень взрослыхания — тебе нужно доказать, что ты можешь делать что-то сам. Ну, скажем, возьмем примеры людей, занимающихся тренерской деятельностью. Каждый человек должен показать себе, что он умеет делать что-то отдельно, без других людей. Сам создавать путь. Но когда вы можете кооперироваться с другими тренерами и вести программу одновременно, без утраты индивидуальности, это уже переход на шестой уровень. Там утрачивается эгофиксация. Там значимым является уже не то, что ты казал себе, что ты сам по себе. А имеет значение то, что мы создаем команду крутых специалистов, работающих в одном направлении. И для тебя работать в команде с другими крутыми специалистами не является чем-то абсурдным. Подавляющее, к примеру, большинство психологов и психотерапевтов, которые я встречал, это люди, не выходящие за пределы которого. Ну, конкуренция, когда чувствуешь, это уже так. Да, 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 да. И если ты конкурируешь, то я вообще, что хочешь, чтобы я тебе отдал своим людям, господи? Крайне редко я вижу людей. Чего тебе нечего оправдать? Очень редко я вижу, которые предлагают общие проекты. Иногда я предлагаю общие проекты людям. Некоторые потом вижу, что не пойдет, человек будет тянуть на себя все. Вот шестой уровень не тянет одеяло на себя. Шестой уровень заинтересован в обоюдном росте. Человек на шестом уровне эффективно взаимодействует. И целью его коммуникации создание чего-то нового, где все будут расти. Пятый уровень. Я выиграл, ты проиграл, мне пофиг. Шестой уровень. Мы все растем в одном направлении. Или другая метафора шестого уровня. Команда физиков, создающей ядерную бомбу. Они не соревновались, у кого мозг побольше. Нет, они объединились вместе и эффективно работали в одном направлении. И сделали уникальные вещи. Только вместе они создали что-то новое и интересное. Увы, людей данного уровня в Украине минимум в сфере психотехнологий очень мало. Если ты попробуешь, например, если ты в Украине выйдешь на контакт с каким-то тренером, который достаточно высокого уровня и скажешь, давай вместе загрутим какую-то программу. Если ты заведомо не выше ЕО, то вероятность того, что он не захочет с тобой иметь дело, крайне высоко. Более этого, я был удивлен. Удивлен, я делал тесты, такие эксперименты, связанные с верификацией пятый и шестой уровень. Там, не знаю, к примеру, допустим. В прошлом году ко мне... Иногда с ними коллегами я имею вебинар. Если у коллег нету комплекса неполноценности, если коллега явно заинтересована в выходе на шестой уровень, сразу заметно. Для нее провести совместный вебинар – это оболодеть классно. Вместе тренгим, назначимые вещи, все хорошо, рост обойдет. Появилась одна моя студентка, которая доучилась на психолога, и она уже в момент прохождения приемной терапии у меня здесь, она уже вела индивидуальные приемы, индивидуальные сессии давала. Очень умненькая девочка. И я не помню кто, но, по-моему, я предложил уже, а давай вместе вебинар заботим какой-то, обсудим какую-то тему. Начали вести вебинар. Мой опыт на порядке больше, чем ее. Вебинар я говорил гораздо больше умных слов. Явно было, что потом она не была заинтересована вести вебинар со мной, потому что похоже, что я чуть сильнее выделялся. Я начал искать косвенные причины, почему они не вести совместное. Совместное написание работы какой-то – это шестой уровень. Совместное проведение программы какой-то – шестой уровень. Совместное создание чего-то – шестой уровень. А пока вы, суки, найдите, украдут мои идеи какие-то. Вы меня покрасить хотите. Да, паранос. Такая она присуща, как народ. Здесь любят людей, которые могут к эффективному взаимодействию быть предположены. Здесь смерть – это утрата контакта с людьми, которые могут создавать такой ресурс. Здесь вы можете понимать, что вот этот шестой уровень – это реально люди, которые увидят иногда. Временно. Они мотивированы совсем другим. И седьмой уровень. Что там? Называется интегративный и обозначается желтым цветом. Интегративный уровень. По сути, их эго не позволяет, да? Да. Да, но шестой уровень не позволяет такой именно так. Вот. Седьмой уровень. Уровень желтый, интегрирующий. Вполне возможно, что суть задачи не результата бабки. Нет. Нет, по-моему, не за результативностью. А, смотри… Это про какой уровень? Про шестой. Про шестой – именно за результатами. Мы можем объединять ради идей. Ради идей. Вот. А ради денег – это как утреть. А ради денег не обязательно. Вот ради денег можно объединить кого угодно. Вот. Людей с очень низкого уровня. А тут имеется в виду, что не важно, кто лучше, главное идею воплотить жизнь. Я понял. Я просто вот со своими друзьями, как бы, да, коллегами очень часто общаюсь, и они портают. Многие компании… Многие компании так работают. Берут, нанимают кучу людей пятого уровня, к примеру. Да. И удерживают их вместе в команде, пока они платят хорошие деньги. От чего и страдают. Да, конечно. Полудим. И эти люди будут работать вместе только потому, что понимают, что когда они вместе, они заработают в больших бабах. Всё. А так, чтобы они могли без работать. Они будут без. Я просто когда захожу к военным, ну к своим коллегам, да, к психологам или из полиции, они не чувствовали, они такие, там, ну чувствуешь, что ты понимаешь, ты там забегаешь с бутылки. Там там, там, на двух царствах. Он взял. Там все по уставу, там, 4-й уровень. Все традиционные базовые социальные организации, вот, медицинская организация военная полицейская там должны управляться все эти теоретически чистым четвертым уровнем вот при местном говорим о военных действиях представьте себе а когда а как ли солдаты на 5 уровень чтобы происходить строить не получится держать строить держится 5 уровня военные это уже какая-то дуальность какой-то наемный убийца воин которые свои способы действования самостоятельно из пятого уровня не строится строй из 5 5 уровня невозможно стать общую массу среднестатистический врач среднестатистический терапевт среднестатистический военный до 4 уровень индивидуальность некоторых вещах она вреда вот если выйдется война от а лучше чтобы 90 процентов были четвертого уровня и отдельные люди были так а люди которые находятся выше там уже больше ближе генерал это не факт там отличное понимание того что шестой уровень удерживаться идеи там нет буквально и выгоды именно выгоды финансово там они вместе просто понимают что вы работаете с 7 уровень это уже опять уровень индивидуальности и здесь мы видим человека который как бы вот посмотрите пример пример седьмого уровня в миру вот это к примеру целая лама буддизме папа римский такой гудой цикл интегративный вот сегодня в принципе удалось вам я расскажу что он даже ближе и еще более вот если ты находишься у верхушки какой-то иерархии и а ты являешься создательный мод но по правилам ты не являешься вождем каким-то а ты к примеру являешься человеком который собрал нам или создал новый виток развития человека к примеру скажем айлон маск минимум седьмой уровень ценность мотивационной иерархии но у него выше и опять скажу почему выше уровень индивидуальности он готов к операции я считаю он как он делает ради идеи но не ради личности то же самое этого и лама я тоже считаю человек выше чем седьмой уровень потому что эффективно коммуницирует с лидерами других религий у него эта кооперация и это уже более который не интегрирующая он называется холистический целост 7 интегративный и 8 холистический человек который находится в уровне он один равным ему в данной сфере нет он создатель мод он доказал свою успешность состоятельность и кроме него делать как он не может никто ну к примеру джокс я считаю этот человек яркого воплощения седьмого уровня яркий пример поначалу был на шестом когда создавала а потом потихонечку перешел на седьмой уровень интегративный где правдива ему какой-то серии если он приходит все строится его нет все падает куда дошел apple после того как учился умер никуда в точку все это было заметно в него доходил еще в середине суда не буду сразу все это очень богатая корпорация но она идет никуда то есть она просто тупо копирует то что было особенно я не вижу ни одной радикальной идеи но сточокся нету человека мыслящего по другому нету человека которого создав что-то новое оля новый apple телефон либо оля новый ноутбук либо оля что-то такое нет таких людей всяков те же самые компьютеры те же самые мобильные просто камера плюс и больше бегать и это все что они могут и сирии работающие еще все и реально берешь apple 5 и apple 12 и радикальных и радикальных отличий радикальных ты не видишь просто тупо увеличение чего качество работа делаешь то что люди делали на пятом прекрасно делают отсутствие выхода человек на интегративном уровне он может создавать что-то новое радикальное причем такое радикальное которое почти невозможно повторить другими то есть реально создать лимот это верховные люди находящиеся верхушках религий верхушках науки верхушках искусства где все другие люди пробуют им внимать повторять за ними и они являются ключевыми лидерами создающими моды такие люди могут переходить на еще более высокий уровень на восьмой уровень когда они могут эффективно кооперировать с создателями мод у других сферах примеры яркие когда далай-лама общается с папой лимский либо когда далай-лама ведет дискуссию с тем ровозом на учебы и обменивается опытом как у нас как у других людей и перенимает оттуда и дает туда но полностью не смешивается то есть а восьмой уровень наступает тогда а когда создатели мод различных социальных групп либо контекстов каких-то они начинают эффективно кооперировать друг с другом но не воевать ну вы подумайте что является новым витком когда духовный лидер напрямую говорит что примеру допустим ученые запада лучше понимают а устройство вселенной чем буддисты поэтому буддистам есть необходимость поучиться умы они лучше понимают это пример минимум фразы я понимаю что это политика не обязательно он так думает его действия напрямую связаны с распространению плен духовной традиции может думать что угодно а то что он говорит да это как бы критерий перехода культура общения есть или примерно рассматриваем мастеров боевых искусств человек вышел на какой-то просто офигительный лури владения телом мастер каратэ и чем-то еще вот когда тебе никто повторить не может уже ты делаешь и ты являешься создательный мод ты не являешься просто как сказал я таки делают нет люди видят что ты заслуживаешь этого никто примерно не может ему пить быка вот на сцене кулаков а ты можешь ты доказал свою эффективность ты вышел на потрясающий уровень владения своим телом ты не можешь повторить с этой забой до того исследуют не потому что сказал а вас исследует потому что реально являешься сам критерием идеальности и когда такой человек начинает эффективно коммуницировать с другим эталоном каким-то там не знаю мастер каратэ начинает эффективно беседовать с мастером каратэ либо же мастер каратэ начинает вести беседу эффективным примеру допустим с лидером какой-то философской школы порождая что-то новое в себе в понимании и представлении такие вещи иногда вижу очень редко крайне редко вы можете увидеть что лидер каких-то больших школ начинает кооперировать чаще всего они воюют чаще всего они враги друг другу там реальные исключительные визуальности появляются вот то восьмой уровень вот и а как бы считается что есть еще девятый уровень и теоретически могут быть люди находящиеся на девятом на девятый уровень скрируется предположением возможностей он как бы скорее всего есть пока что люди существующие на нем но могут не выявлены на концу особенность данной иерархии в том что уровни сменяются первый уровень это а уровень эго фиксации второй уровень это племена фиксация на группу третий уровень фиксация на себе четвертый уровень опять фиксация на группе потом пятый уровень фиксация на себе шестой уровень фиксация на группе седьмой уровень фиксация на себе и восьмой уровень фиксация на группе. То есть уровни изменения и перехода на более высокий уровень ценности мотивационной иерархии это всегда изменение эгофиксации на фиксацию группы, либо наоборот. И вообще не обязательно то, что человек более высокого уровня будет альтруистом. Нет, не обязательно. На одном уровне это нормально, на другом уровне будет диаметрально противоположным. И, естественно, как вы понимаете, представление любви и смерти тоже меняется. Я говорил на пятом уровне это отсутствие индивидуальности тебя не любят. Лишение индивидуальности это смерть. А на седьмом уровне любовь проявляется через форму фиксации внимания на каком-то общем проекте. Если я могу взаимодействовать эффективно с мастерами своего дела, я могу себя уважать, и этим я проявляю свою любовь. Неспособность быть в контакте с гениями своего рода и делать что-то является символом смерти для такого человека. Порой трудно понять мотивацию таких людей. А я считаю, в Европе, в Америке уровни шестые гораздо более распространены, чем у нас. Я думаю, этих странах их очень много. Множество компаний работает по уровню перехода на индивидуальность и перехода к шестому уровню национирования. По поводу седьмого уровня, я не знаю, существуют люди в Украине полноценные, либо нет. Не уверен. Может быть и есть. бирюзовый уровень, я думаю, в общем, оценка нашей культуры это от третьего до пятого уровня. Восьмой бирюзовый, да? Да, восьмой бирюзовый. А девять называется Коралловым. Девятый Коралловый. Как вы понимаете, страх о смерти буквально не будет преобладать у человека, допустим, на зеленом уровне или оранжевом уровне. Вот человек, который находится на шестом, пятом уровне, он не будет проявлять свою любовь просто нигарих. Вот. Либо не будет проявлять свою любовь там, не знаю, пищей, либо статусом, чем-то еще. Если вы видите пример человека, который проявляет, мы говорили, когда мы говорили об архетипах, мы говорили о том, что если вы не являетесь хозяином, вот, то вы проявляете любовь свою через финансы. Но если мы возьмем на архетип, положим ценностно-мотивационную иерархию и создадим трехмерную матрицу, что будет происходить? К примеру, хозяин может быть на уровне третьем, обычной, и там больше денег, больше любви, не более чем. А если мы переведем хозяина на четвертый уровень иерархии, в чем будет его любовь? Чем она будет отличаться? А если мы возьмем хозяина на пятом уровне, либо на шестом уровне, чем будут отличаться уровни ценностно-мотивационной иерархии трикстера? Возьмем архетип трикстера и попробуем сравнить трикстера на третьем уровне, чем отличиться от трикстера на шестом уровне? Или на четвертом? Пример, помните известного физика? А людей высотой. Да, это очень разные трикстеры будут, радикально разные трикстеры. Пример, трикстер какого-то базового уровня, это, не знаю, какая-нибудь бабка-гадалка, либо дет-колдун, сидящий, ведущий прием, какой-то шаман в хибаре сидящий. Где, как я сказал, так и правильно, тоже говорят другие, не имеют никакого значения. Маск тоже как такой трикстер? Конечно, трикстер, по полной программе трикстер. Он является одним из воплощений его, естественно. Пример яркий трикстера шестого уровня. Ричард Фейнман, кто слышал о нем? Один из самых известных физиков 20-го столетия, человек, участвовавший в создании ядерной бомбы, и я вам рекомендую посмотреть хотя бы немного лекций его есть на ютюбе, он преподавал в 50-х, 60-х, 70-х годах. Он вестин тем, что превратил преподавание хардкорной физики в увеличительное мероприятие. То есть студенты слушают его, он постоянно шутит, шутит, приводит какие-то потрясающие прикольные примеры, и просматривание лекций Фейнмана по физике это потрясающее эмоциональное и интеллектуальное удовольствие. Это шоу. Он шутит, он прикалывается. Далее, Фейнман был известен тем, что у него были странности. К примеру, как-то раз он решил, что ему достаточно необходимо выучить игру на бомбру. И он долго тренировался, он мог убивать ритм 13 на 12 в игре на двух барабанах. Фейнман был известен тем, что он мог порой ходить, решать тяжелейшие математические, физические задачи в стрит-клуб. Там у него мысли как-то решили. Он приходит в стрит-клуб. Да, вот. И девочка танцует, и он ему это чистый трикстер. Другие его не поймут. То есть, он хорошо работал во время интенсивной сублимации. Да, да, это поведение трикстера. То есть, никто не шутит, не прикалывается во время лекции, все очень серьезно. Он начинает чихикать, шутить, дурачиться как-то. Вследовио обожали. Посмотрите, обязательно где-то полчаса Ричард Фейнман. И именно он был способен на эффективное взаимодействие с другими людьми ради идей. Пример яркий. Потом уже трикстеров шестого, пятого уровня вы найдете среди людей, создающих НЛП. Люди, создатели НЛП, это трикстера пятого, шестого уровня. Их воплощение. Некоторые из них ближе к пятому, а некоторые из них ближе к шестому. Сила, плет, постоянность. Если не витязь. Человек же может прыгать в зависимости от состояния своих, от ситуации по разному уровню, перемещаться то туда, то туда. Его выбили, он раз, опустился. У всех же свои кризисные какие-то моменты есть. Кризисный момент раз, и страх по поводу денег. Есть люди, которые фиксированы на определенном уровне, есть люди, которые могут приходить туда-обратно. Да. Ну, я правильно понимаю, что очень зависит то, какие страхи у человека. Вот. Какой-то страх актуализировался, и человек в зависимости от этого действует. Итого, мы видим еще раз, смотрите, отношение к любви к смерти. Раз. Первичный уровень. Это у нас четыре фильтра восприятия Кеннелубера, матрица Кеннелубера. Я внутренне, я внешне, мы внутренне, мы внешне. Дифференцируем. Раз. Далее, мы берем с вами и рассматриваем модель архетипов. И говорим о том, что есть четыре базовых архетипа, с каждой из них в четырех вариациях. Итого 16. Два. И у каждого архетипа может быть свой ценностно-мотивационный уровень. То есть, может быть, людоед, к примеру, допустим, очень высокого уровня. Раз. Ну, к примеру, скажи, является ли Гитлер архетипом людоеда? Да. Но он людоед из него. Игинный. Да. Он людоед из него высокого уровня. Он отличается от людоеда, к примеру, более примитивного. Трикстера может быть от первого уровня. Первого не думаю, правда. Ну, вот, они не видят кем упендриваться, если честно. Вот, Трикстер может быть пятого уровня. Так же. Знаете, что он делает во время встречи с двухими другими лидерами? Он хватает их за бороду и тянет их, хохочет. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. И вижу картинку пятый и седьмой а вот это мягкости восприятия так а в принципе а мы с вами базу прошли такие профили личности я сохраняю на предыдущие лица тема очень объемно и буду завершать ваши вопросы я вам не сильно можно рвалась ручку надо брать может быть перехода ты был принцем потом стал хозяином потом стал нет и ваз на человека и человек метафорически переживает смерть и после очень более более сильного стресса он же может воспринимать жизнь как резко выдернуться в третью позицию теоретически переход смазки в самость его как переход от хозяина к твикстеру до типа шарм и монах который продал свой феррари учетого доброго был был этим было адвокатом юристом кто гонялся за деньгами потом стало йогиным путешествующим по индии есть ведущий архетип не поменяется то есть ты ты уйдешь что-то более глубокое но качество сократить возможно я лично считаю что радикально мы здесь меняемся меняется структура не меняется меня дополнение и может быть человеком власти в религии может и хотеть петербург ламы давай так скажу может быть но скорее формате исключения а чаще всего если ты его трикстер ты будешь прикстрел ты не поменяешься но это правда ты воин ты радикально не поменяешься вот ты можешь добавлять что-то а у спектра своего поведения но радикально типа не поменяю свое качество я видел людей которые наращивают еще архетипы какие-то себя всю жизнь был воином а под конец жизни стала трикстера помудрил чуть-чуть такие вещи приходят когда мастера боевых искусств лет до пятидесяти только драка 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 а потом появляется мудрость философия какая-то вот и по другому взаимодействует отращивает потом еще но первичное сохранять жизнь и видела и вот очень хороший пример на дисковере был какой-то миллионер бизнесмен крутой у него было такое хобби выбивать себя из привычных рамок он передавался бомжа и жил какое-то время среди бомжей на мусорке пел с ними водку да и вот такой вот какой-то и он оттуда произносил кучу разных идей отдельно уникальной личности вроде бы я на березовский иногда спускался в метро москвы и ниществовал себя уникальные люди и практики определенных вещей подобных когда люди явно находящиеся на более высоком уровне ценностной иерархии явно конечно вот таким таким образом себя периодически выводя полностью из комфорта из зоны комфорта человек же может приобретать и расширение карты происходит расширение карты там уже нужно подключать уже не архетип а уровень ценностной иерархии смотри архетип меняется в зависимости от ценностей и люди находящие на высокой уровне ценностной мотивационной иерархии могут приемлить данное упражнение примеры статьи обычный хозяин какой-то компании живущий бабло здесь скажут что пойди по нишеству и ты обретешь новое понимание мира вот тем пошлют нафиг вот для этого требуется определенное философское устройство ума всего осознать и понять что будучи примерно допустим директором компании какой-то крупный зарабатывающий кредитерные деньги иногда можно выходить и втихаря переодеваясь в нищую получать духовную цинус именно погружение в разные состояния переходе более высокий более высокий уровень архетипа если говорить в общем безмерности архетипы люди скорее сохраняют то же самое но если ты более высокого уровня архетипа находишься уровень ценности архетипа там могут быть сменка ну скажем так смотри трикстер я там поговорю о том что я рассказала это может быть метаммодель не понял какой метаммодель смотри примерно ты изначально трикстер и для тебя самое главное мышление речь бла-бла-бла но потом постихоньку ты можешь интегрировать к примеру качество власти вот и для тебя тоже значим будет только ты все-таки подает деньги ты получаешь и рано или поздно новый архетип добавляется пример яркий а это люди пример практикующие терапию становящиеся терапевтическими селебритис по начале своей жизни не чистые текстера а под конец в них много властности то есть все за ними следуют они очень дорогие продаваемо и потом ты видишь на самом деле они не проводят программы как в молодости ради идеи а проводят программы ради денег это видно очень да я видел много скатывания подобные да вот то есть явно формально провести чтобы приехать заработать у них хоть многие матери на это и это да чаще всего происходит вот этот кризис среднего возраста не факт но вот кризис среднего возраста это кризис перехода к самости на самом деле да но люди меняются бывают и туда да да начинает начинать вспоминаем термин иллюгианский энантодромия переход противоположности было много самости будет много маски еще чем переборщивший самости в начале своей жизни может ты хотеть к маске поток это по чтобы заработать оккупленную стадию развития еще у вас есть сложные вопросы у тани герки так ребята хорошо вот мы с вами молодцы и на сегодня можно сказать что годичный цикл вот с первой недели первая неделя октября 6 числа 6 числа начинается школа тропей есть возможность вариация того что 29 то есть нас формально 6 числа у нас раз два три недели вот 22 числа я не буду точно ничего вести следующей неделе скорее всего будет пустой вот есть вероятность того что 29 могу предложить какую-то такую дополнительную лекцию вместе при наработке вот могу его выставить могу не выставить еще буду писать вот и что число начало поэтому если собираетесь проходить что-то говорите сразу и но когда да вот и школа передах проблем а и приглашайте кого-то если кто-то хочет рядом с вами там можно какую-то картинку сделать такую себя вы выставил может быть кто-то ну только не фотки наш я закину рекламу да кого-то приглашает как был минимальный количество людей наберется но я в группе могу попреку да я кину рекламу да я кишу фотки наши понимающим все на сегодня прощаемся всем пока а так люди которые вот прошли все как бы хотя бы 2 2 лекции были у меня по лст вы потом сертификаты получить цветов пока их нет вот если люди которые пошли тени терапии но они получили сертификат ты по теням получила тетям терапии за школу психотерапии как получаешь или никак не получит подождите от мудро пиа стоило по теням тропе и 8 только напечатал тени терапии это за четыре лекции а мне в прошлый раз какой-то я получала что-то летом получал вот слабо и у меня два сертификата есть наверно получала за тени терапии посмотрите потому что я давал первый раз просто прошлый раз первый раз то же самое ты же летом был у меня ходил все тогда а серёжа и оля подойти и лёша подойди и доказавший сертификат школа психотерапии а тени терапии это летние четыре лекции отдельно вот она уже вот это одежда а потом сертификаты за каждый дельный сегмент 8 лекции сертификат 8 лекции сертификат а потом общающие за 32 в конце года в и начале июня месяца общающие за четыре базы земли так мы на следующей неделе вообще ничего да а смотри а в следующей неделе с большой вероятностью есть маленькая маленький вариант что это будет скорее всего вот тоже бы я пока сообщал думаю когда сделать пока есть вероятность того что 29 и 29 освета вот и третий октября точно будет просто и спираль да скорее всего включая неделя с большой радостью пустая точнее жил стопить все всем пока